тим лид архитекторов на аспектно ориентированное программирование подключаешь модули но у тебя есть это база данных медленно работать берешь и смотришь фулл стек или фулл стек берешь и кодишь мс-дос не вопрос сначала программист на каком-то языке потом ты учишь что-нибудь вроде джаваскрипта и понимаешь что да ну все примерно про одно и то же начинаешь быть таким типа сомелье такое вот в этом языке прототипное наследование если что-то из наших вещей какая-то штука упадет пролежит час там день она конечно плохо да и для бизнеса будет кто не умрет менеджер он смотрит вверх и вдаль уже вопросы того конкретно как мы решаем задачу как мы пофиксим вот этот баг или еще что-то они должны стать неважными будь скромным когда ты стал лидером первое это будет скромно пришло время расставаться айтишечка надо сегодня мы будем разговаривать про то как расти сеньоров дальше и куда можно расти будем да будем с тобой разговаривать негор балышев привет привет егор балышев уже мелькал на канале эти борода на самом деле серьезно да 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 дима дима рожков senior software блогер рассказывал про себя много чего там сложилось такое впечатление что ты прям его технически духовный наставник это интересно мы сейчас видим духовного наставника духовного наставника стадии мужу ты себя так называет поэтому 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 я и вышел на тебя записываемся мы в гамбурге немецком городе поэтому расскажи как в двух словах как-то в гамбурге оказался в гамбурге я оказался с подачей димы собственно то есть с димой наверное как из прошлого интервью с димой мы знакомы довольно давно у нас с ним было мы были коллегами потом у нас не было маленькая своя веб-студия потом мы как-то разошлись но все равно немножко общались по моему не за не помню встречались мы на метапах или нет потому что он одно время педалировал метап и все время меня туда звал а вы жили типа вместе в одном году мы жили в одном городе до в сибири в красноярске потом он переехал собственно германию периодически в чат метапов где но есть когда он уехал я по моему начал ходить на метап у него была такая история что он пытался меня куда-то завлечь периодически да то есть я к этому уже как-то был более-менее привычен и он потом в чатик метапов у нас google группы были периодически закидывал вакансии в этой конторе на которой он работал очень дима вел подрывную деятельность когда это еще было не модным ну типа того у него был насколько я помню план насытить команду ну русскими тогда типа вот одного русского наняли там через год будет много у него был такой план вот это пятнадцатый год был 14 типа такого и в один момент он запустил вакансию что требуется дескать по моему тогда они звали синьора да синие software инжиниров команду архитекторов вот и я такого что-то интересное а я на тот момент работал в удаленно на какого-то канадского чувака не на какого-то на на некое на некоего канадского чувака этому и и дизайнер всего на свете архитекторы html-верстальщик и управляющий проектом короче такая была история и ну и мне как-то вот полтора года я там работал мне это поднадоело и димина вакансия она пришла вот прям вот же она и собственно я съездил на собеседование сюда в гамбург то есть я заявился было очень смешное интервью по скайпу потому что в то время как бы удаленно еще особо никто не работал но по скайпу как это было что-то странное там был тогда этот одеск который потом как-то переименовался во что а во фор да тогда это еще было деск и собственно там нашел от этого канадского чувака с ними по скайпу разговаривал но для нормальной работы в офисе видимо было еще не совсем странное что-то такое я помню интервью с моими потенциальными коллегами где такие три чувака вот так вот заглядывают как меня такие смотрят и качество видео такое тоже так себе вот короче такое интервью прошел и ну сказали что да как бы вроде человек может быть нам подойдет купили мне билеты там сделал визу это тоже не очень простая была вещь германию прилететь там из сибири вот ну там оплатили поездку отели все такое собственно съездил на собеседование и когда пока я летел обратно мне уже написали письмо что типа вы нам очень нравитесь давайте вот предложение и ты переехал и я переехал в пятнадцатом году было это было в пятнадцатом году да я переехал получается в марте ездил на собеседование в мае я уже оказался здесь отличная память ну как-то тогда переехал ты в германию в архитектурную команду сеньором на то время ты с какими технологиями работал на то время я попробовал много чего на самом деле то есть я начинал работать на php вообще был довольно неплохой опыт работы на php работал с перлом потому что та студия в которой мы с ним куда с ним устроились да и где познакомились там первым был язык программирования и я работал с первым с первом и мне это нравилось мне до сих пор первым нравится как язык программирование на то время шпиров очень сильно наступала на пятки печки насколько ну да на самом деле он не то что наступал на пятке, он все еще был хорош. То есть PHP был недостаточно хорош, а Perl, он был такой уже довольно взрослый язык программирования, да, пятая версия, Perl пятая, он до сих пор, в общем-то, туда выходят апдейты к пятой версии. И это язык программирования, где там очень много всяких крутых штук, на самом деле. Там единственная штука, которая не крутая, это то, что там можно писать как угодно. То есть, ну, знаешь... На что это похоже? Ну да, у Perla есть такой прикол, где они прям как девиз говорят, что всегда есть больше, чем один способ сделать, что бы то ни было. Вот. И как бы получается, что качество кода сильно зависит от дисциплины разработчика. То есть можно делать что угодно, можно туда... Он очень гибкий еще сам по себе, что ты подключать можешь модули, модули огромные, репозитории, прям библиотека, и эти модули могут менять семантику языка. То есть ты можешь... Так вот. Да, да, то есть тебе нужно, не знаю, там аспектно-ориентированное программирование, подключаешь модули, ну, у тебя есть. Прикольно. Но это как бы означает, что если человек до этого никогда с этим не сталкивался и ожидает обычного ОП, и видит там какие-то трейды, которые втыкаются, и непонятно, что происходит, он просто ничего из этого не поймет. Ну, это же скриптовой язык, да? Ну, да. Скриптовой, некомпилируемый? Некомпилируемый, но там у них тоже, по-моему, виртуальная машина своя какая-то. Ну, то есть такое. У меня они до сих пор живут? Да. Да. А пятая версия до сих пор, насколько я последний раз смотрел, это, по-моему, несколько лет назад было. Выпускали все еще. Это один из немногих языков, про которые вообще что-то ничего не слышно. Ну, он, знаешь, у него есть такая слава, что он, типа, write-only, что называется. Неправда. Нужна просто дисциплина. Потому что, ну, вот кодовая база на Perle, я видел большие кодовые базы, там, под миллион строк, отлично сделаны, с тестами, там, любые тестовые фреймворки, любые тестовые методологии. То есть, если тебе нужна какая-то концепция, которая в программировании есть, в Perle, вот в этой огромной библиотеке модулей, там, как правило, 2-3 имплементации есть. Реально. Вот. Короче, Perle. Я знал Perle. Я знал Python и Django. Довольно хорошо. Повозился уже с целой кучей всяких разных баз данных. Там, не знаю, Postgres, MySQL, MS SQL тоже немного поработал. Oracle, по-моему, не трогал. Ну, и всякие там Memcash, Redis и тому подобное. Потом еще тоже уже были знания фронтенда. То есть, я какое-то время работал, ну, как, как full stack. То есть, собственно, у нас, получается, в этом методизайне, да и вопроса не было такого, да, там, кто full stack или не full stack. Берешь и кодишь. Вот. И на базе данных что-то, база данных медленно работает, берешь и смотришь, что там не так. Сервер поломался, берешь и чинишь. Вот. То есть, как бы, был такой опыт просто уже, что, ну, я как бы трогал все вещи, начиная от установки RAID-контроллеров в железо. Прям вот сборка серверов, процессоры, железяки, там, FreeBSD накатить и тому подобное, отвезти в дата-центр. Вот. И до вещей вроде дизайнера нарисовал новую штуку, да, там, вот, новый интерфейс на сайте. И реальный full stack. Реальный прям full stack, прям начиная с железяк. Почему, когда я готовился, я записал, что ты JavaScript-изер, JavaScript-разработчик? Я долгое время педалировал JavaScript во многих местах. Мне JavaScript тоже очень нравится. Я на Хабре, по-моему, видел твои ранние статьи, ты там про JavaScript могу писать. Да, было дело. Три статьи, три, по-моему, две из них про JavaScript. Да, мне потом надоело писать статьи, да, но вот был тот период, когда я про JavaScript писал. Да. Сейчас ты работаешь Team Lead System Architecture. Architecture? Architecture. Architecture. Очень интересное название, мы про него дальше поговорим. Возможно, ступенька дальнейшего развития. Расскажи еще немного про то, как ты вообще в программирование вкатился с самого начала. То есть, как ты полюбил программирование? Потому что ты аматор программирования, насколько я понимаю, и вы это в подкасте рассказываете, который с Димой ведете, и в интервью у него ты про это говорил. Слушай, в программирование интересным образом, я вот сейчас смотрю на свое детство, да, у меня был один интересный шанс вкатиться в программирование очень рано, и он ушел от меня. Очень рано это воспринимается. Очень рано, это где-то в средних классах школы. Я помню историю, когда, ну, как бы у меня, я жил с мамой, да, мама с отцом развелись, я маленький еще очень был, и в какой-то момент был вопрос, купить, короче, вот детям, ну, у меня брат еще есть, да, мы жили с мамой. Я помню, как мама с отцом разговаривали, что купить, приставку игровую, ну, типа, как клон этот Nintendo, Dendy, да, тогда называлось, или Spectrum. И выбор был сделан в сторону, в сторону вот этих приставок игровых. А, они тогда соизмеримо по цене были? Почему-то выбор такой стоял, я помню, что был выбор Spectrum или Dendy, и была выбрана вот эта все-таки Dendy, и эх, не пошло. И следующий, как бы, мое первое погружение вообще в компьютеры было, как ни странно, в книжках, на бумаге, то есть я читал очень много книг в детстве, ну, в принципе, это моя была прикол такой, и он до сих пор у меня есть. У нас была большая советская энциклопедия, может, слышал, там, в 32 томах, вот они все были. У нас дома 4 стоит, стояло. Ну, да, меня бабушка, получается, собирала, причем именно с целью вот для внуков, чтобы внуки, когда будут, чтобы они вот все читали. Ну, вот один из внуков точно все читал, я просто читал подряд, это было очень прикольно, там, ну, в большой советской энциклопедии все, начиная, там, не знаю, от политических устройств стран до ядерных реакторов, химических реакций. Там еще и оно подано, так прикольно, столбики, эти коротенькие картиночки, там картинки, по-моему, я не помню, цветные или не цветные они уже были. И цветные, и не цветные, то есть цветные были развороты прямо, и там очень круто было, не знаю, там какие-нибудь жуки, насекомые, птицы. Ты просто по алфавиту берешься. Да, да, берешь и читаешь, короче, вот. И поэтому я читал книжки, в какой-то момент мне мама откуда-то принесла книжку, называлась «МС-дос, не вопрос». Как себе, внезапно. Внезапно, абсолютно, компьютеров не было, я никогда их не касался совершенно, но там была книжка про, это какая-то была американская книжка, ну, на английском, переведенная на русский, и там были такие персонаж в виде дискеты, который вот ходил там, что-то говорил, о, персональный компьютер, а что это такое? И ему, нет, там даже было не так, все, сейчас помню, там прилетел инопланетянин, сюжет такой был, прилетает инопланетянин, какой-то странной формы, и ему персонаж в виде дискеты рассказывает про персональные компьютеры, операционную систему DOS, там, команды ввода-вывода и тому подобное. И у меня доступа к компьютерам не было совершенно никакого, даже близко, но вот эти все идеи меня почему-то захватили. Я ее много раз перечитывал, ну, уж не знаю, зачем, потому что вводить команды было совершенно некуда, но было некоторое понимание. И потом в одном из книжных магазинов я увидел еще одну книжку, называлась «Компьютерная библия» то ли Уинстона, то ли Уилла Роша или что-то такое. Это была книжка совершенно мне, ну, как бы странная, это была книжка про железо, то есть какие бывают платы расширения, причем старая какая-то, знаешь, вот еще до всяких PCI-ов, там что-то совершенно древнее, то есть какие есть железки, как их в компьютер втыкать, что означает, там, материнская плата, процессор, жесткие диски, дисководы, гибкие диски, тогда были дискеты еще. И вот эту книжку я тоже читал, просто я не знаю, зачем это была, знаешь, какая-то такая, я что-то чувствовал в этой информации, что она для чего-то, для чего-то мне нужна. Да, но применения не было совершенно никакого, вот, то есть это был такой контакт еще, ну, который уже начался с компьютером, это было, по-моему, еще до истории со «Спектромом», то есть это было вот еще где-то там или в то же примерно время, когда «Спектром» могли купить, но не купили, вот. И после этого было еще одно касание поближе, это было уже в старших классах, кто-то из маминых знакомых, по-моему, у них оказался компьютер советский, назывался «Апогей БК-01». Это какая-то, не знаю, советский клон чего-то на каком-то непонятном процессоре. Это еще в Советском Союзе было? Или уже после? Так было где-то в 90-х, наверное. То есть просто у кого-то оказалась вот эта старая машина какая-то, не знаю, клон чего это был, ну, не «Спектрома», и самое главное, что у него в комплекте, то есть, ну, вот, в памяти, не было никакого высокоуровневого языка программирования, у него был какой-то очень странный ассемблер только, причем настолько странный, что там команды, я не мог понять, что с ними делать. То есть, ну, была какая-то инструкция, там, типа, не знаю, перейти на блок памяти, да, начать выполнение. Что с этим делать, не ясно совершенно. И я так и не понял, что с этим всем делать. То есть, это было касание компьютера, вот он, он загружался до какой-то степени, там, какая-то штука мигала на экране, да, на телевизор, к телеку подключался тоже, как приставка. Но кассеты, то есть, я так понял потом, что должна была быть, должны были быть кассеты с языками программирования, которые, ну, типа, знаешь, с магнитофона загружать. Но кассет не было никаких. Вот маленькие кассеты. Ну, аудиокассеты, аудиокассеты, да. Ну, я думаю, сейчас половина слушателей больше просто не поняла, что это. Да-да-да. Фотку вывести. Надо вывести фотку и правда, да. То есть, предполагалось, что языки программирования высокоуровневым должны загружаться вот с внешних носителей, с кассет, которых не было. И поэтому с этим ассемблером я так и не понял, что делать. И, короче, контакт с компьютером не состоялся. Наверное, 10-й или 9-й класс школы. Компьютера дома все еще не было. И я на самом деле первый контакт с более-менее такими современными компьютерами у меня был в 10-м классе школы. Это были классы информатики. То есть я как бы учился, получается, в обычной средней школе. Средняя школа номер 139 в районе, на отшибе большого промышленного города в Сибири. Ну то есть ничего такого. У нас компьютеров в школе не было. Но в 10-м классе нам ввели классы информатики. И мы ходили в другую школу побогаче, где были компы. Вот буквально там, не знаю, раз в две недели, по-моему, были занятия. И там у нас были эти программы исполнители робот и чертежник. Робот-чертежник. Да, да. Классика. Школьные алгоритмические языки программирования. Вот эта штука, типа начать, поднять перо, опустить перо. И я понял, что мне это все нравится. Знаешь, когда у нас была задача, ну типа домашнее задание, да, написать алгоритм, который бы стал рисовать елочку. Ну типа как новогоднюю елочку. И мне эта задача показалась сначала такой, ну типа простецкой. Ну что там, начинаешь чертить, да, там, под определенными углами. Потом думаю, окей, а что если на елочку повесить звездочки еще? Нарисовать звездочки. Окей, как нарисовать звездочки? Тогда мне как-то не особо пришла в голову идея, что нужно какие-то косинусы симусы там посчитать, да. Я нарисовал звезду просто на бумаге, на миллиметровой, и померил все линейкой, и захардкодил коэффициенты, грубо говоря, да, что вот типа там, ну вот, звездочка у нас размера там, не знаю, 10, да, нужно там на 0,7 передвинуться, ну понимаешь, да, то есть коэффициенты, вот. И потом мне что-то пришло в голову идея, окей, а если я коэффициенты захардкодил, то не сделать мне универсально эту программу, чтобы она елочку любого размера могла нарисовать. Вот, и я сделал, и, ну что там, получается, что нарисовал не одно, а там множество елочек разных размеров, все со звездочками, короче, чем очень сильно поразил преподавателя, но для меня, для самого вот эта вот штука, что именно, не знаю, эти абстрактные какие-то конструкции, что вообще машина может делать, что ими можно вертеть в голове и потом реализовывать, это ничего не стоит, и ты видишь, как оно работает. То есть вот тот момент для меня был касанием именно программирования, вот эта елочка масштабируемая со звездочками. Это старшие классы, десятые. Старшие классы, да. Ты тогда уже задумывался, куда ты пойдешь учиться дальше? Вообще нет. Совершенно. Я не понимал, зачем я учусь и вообще что происходит, но мне вот эта штука понравилась. И когда, собственно, в одиннадцатом классе, получается, у меня был последний одиннадцатый, десятый, одиннадцатый класс, да, такая была система, сейчас, я не знаю, может быть, 12 лет уже учиться, не в курсе, у меня был последний одиннадцатый. Я пошел, то есть, собственно, задумывался, куда поступать. Был у нас такой университет, назывался Сибирская аэрокосмическая академия. Это когда-то было высшее учебное заведение при заводе, который делал там спутники, какие-то, не знаю, ракеты, что-то такое. Ну, военка какая-то, понятное дело, да. Как бы что еще было в Советском Союзе? Там все на военку работало. Вот это было высшее учебное заведение при таком заводе. И там были разные, как бы, факультеты, и был факультет информатики и вычислительной техники. То есть тогда я понимал уже, что IT мне интересно. Это какой год примерно был? Я закончил школу в 2000-м, получается. Соответственно, 2000-го года вот я, собственно, и поступил, да, в конце года туда. Вот. И тем летом уже купили компьютер первый. Вот, собственно, тогда мне просто после, после именно вот этих школьных всех приколов с роботом и чертежником, мне стало понятно, что в этом что-то интересное есть. И, наверное, стоит идти туда. Но там был тоже интересный момент, потому что я в этот университет, я в него начал ходить на так называемые подготовительные курсы, да, это где просто, ну, готовят к экзаменам на самом деле. И тот год в России пробовали первый прогон или второй прогон глобального такого тестирования. Знаешь, то есть обычно были экзамены просто вот устный или письменный экзамен, то есть прямо-то с экзаменатором. А тогда вводили новую эту идею. Сейчас она ЕГЭ, по-моему, единый госэкзамен. Или как она расшифровывается, да, вот в России такая штука есть. Тогда были первые тестовые прогоны подобной штуки. И нас готовили к тому, чтобы вот этот тест сдавать. Вот. И одна часть из подготовки была математика. То есть математику можно было сдавать, физику сдавать, можно было, ну, там, русский язык, все остальное. Я сдавал математику и физику. И к математике я просто подготовился, ну, настолько основательно, что я сдал ее на 100 из 100. Ну, то есть прям... Ничего себе. Там у меня какой-то был дикий рейтинг, типа только 4 человека из 1000 такое провернули. Вот. И это очень впечатлило нашего там декана факультета системного анализа, который у нас ввела математику. И они, собственно, меня вместе с мамой, когда мы пришли в приемную комиссию, совратили на то, чтобы поступить на системный анализ и исследование операций, а не на IT сначала. То есть был факультет именно информатики и учредительной техники, а был системный анализ и исследование операций, где занимались хардкорной математикой на самом деле. Ну, в применении к программированию, либо программирование там... Программирование было очень... Был как инструмент, очень мало на самом деле программирования, но как-то в приемной комиссии было вот... Что-то такое произошло, что нет, все-таки вот это правильное, типа, образование, все такое. И поэтому у меня мой, ну, типа, в университете путь в IT, именно специальность. Первый год я переводился. То есть я помню, я пришел к декану, говорю, ну, знаете, я, кажется, не туда поступил, как бы как мне перевести. Говорит, вот, типа, сдай все на пятерки и приходи тогда. Я сдался на пятерки, пришел к нему, говорю, здравствуйте еще раз. На меня так смотрит, типа, чувак. Ну, ладно, как бы сказал, что сдать, ну, вот. И, собственно, со второго курса я оказался на информатике и вычислительной технике. Ну, и как бы там началось. Ты в одном из интервью говорил, что ты один из немногих людей, которые, на кого учился, тем и работает. Да, да, и мне пригодился мой диплом, на самом деле. Он пригодился единственный раз для эмиграции в Германию. Да, это известно. Тут нужно прям, чтобы диплом соответствовал каким-то критериям. А твой университет был в списочке этому? Да, да, он был в этом списке. Там я просто посмотрел потом из Красноярска все нормальные универы, они все там были. Потому что там, знаешь, в России есть такой прикол, что есть нормальный университет, ну, в смысле, вот прям реально вуз, там у него корпуса, да, там история какая-то, преподаватели, а есть филиалы другого какого-то вуза, какой-нибудь там коммерческого чего-то, вот те очень мутные какие-то вещи обычно, и их, как правило, нет в списке, насколько я знаю. Ну, а как бы обычные вузы все есть. Само образование, как ты считаешь, помогло тебе в работе или нет? Помогает ли? Если откинуть аспекты социализации, там взросления, еще чего-то, каких-то, не знаю, баз, само техническое образование, программерское образование, инженерное образование, ты его используешь? Хороший вопрос. На самом деле у меня получается образование, наверное, до какой-то степени оно мне помогло тем, что рассказал, что вообще есть, какие области знания. Чтобы в эти области знания я потом дальше копал сам. То есть я, например, у нас были курсы, там, не знаю, операционные системы, как они устроены, как работают, файловые системы, как устроены, как работают. Информация там была часто довольно уже устаревшая, но она означала, что я примерно понимал, что вообще бывает и куда копать самому дальше, на какие темы вообще буквально там гуглить, что-то в интернете искать, когда интернет стал появляться, более-менее быстрый доступ туда. Что я еще, ну, как бы у меня все начиналось во времена модемного интернета через телефон. Вот. В этом смысле образование помогло. В плане языков программирования у нас мы использовали C. В принципе, кое-что на C я в своей карьере писал. На C, на C++ было дело, да, но я не могу сказать, что нас там сильно научили. Я больше научился, например, когда я со своим друганом, там мы писали курсовую работу, у нас была вечная курсовая работа, мы на Visual C писали 3D-игру про танки. Могли бы озолотиться, если бы вы вышли в интернет с ней. Много кто писал игру про танки, то есть типа как 3D-шутер, только в танках, да, под DirectX на Microsoft Windows. Wargame, привет. Да-да, вот. И у нас это был вечный курсовой, потому что мы его сдавали... Каждый год? Несколько лет подряд, года три, по-моему. И он был настолько уже круто сделанный, что преподаватели некоторые не верили, говорили, типа, что вы сюда пришли, играете на компьютерах, там, мы не играем, это вот, это наша программа. То есть там реально у нас была сетевая игра с танками, с ботами, ну, они все были довольно глупые, с физикой какой-то, очень простецкой, самодельной. То есть мы ни на ком, ни на движке это дело писали, а просто, грубо говоря, брали эти... Начали с примеров DirectX, этой библиотеки графической, там есть примеры, там, не знаю, сцена такая, то есть морское дно, вода и дельфинчик плавает. Вот, мы берем, убираем модель дельфинчика, меняем на танк. Ну и поехали. Дагматичничаю. Да-да-да, то есть вот так это начиналось, потом сеть, примеры по сети, вот, это было еще интересно, что в то время, то есть получается, я и мой товарищ, мы вместе вот эту штуку писали, да, мы как-то, у нас было немножко такое спонтанное управление проектом, не было никакого гита или еще чего-то, ну, то есть просто, ну, как бы вот мы... С флешки на флешку? Ну, с винта на винт называлось, жесткого диска на жесткий диск. Винта на винт. Да, называли тогда жесткие диски винтами, и было такое дело, прийти с винтом. Это значит перекинуть всю крутую инфу, короче, ну, и вот... И винты это не такие USB-шные, это в SATA втыкнуться? Это SATA, да-да-да, вот, ну, прям, то, что называется жесткий диск, да, прям, прям, с крутящимися блинами. А как вы контролировали, кто что пишет, как вы потом мержили код? Вот это вот... Вот, да, вот это очень интересная тема, потому что я сейчас понимаю, что как-то до нас не дошел этот вопрос, что, наверное, эта проблема должна быть решена, как-то, да, вот, мерж кода. Но мы тогда просто писали, и потом садились вместе, иногда, ну, как бы, пьяные. И все это в кучу сливали. То есть банально открывали мой код, его код, и копировали куски, смотрели, что получится. Ну, и договаривались просто там, не знаю, я пишу сеть, да, Юра там работает над физикой. По-моему, только наоборот было. Юра пишет сеть, я работаю над физикой. Вот, то есть договаривались над такими большими кусками. Потом раз в неделю или в две съезжались. Он еще жил в другом совершенно конце города. Интересно, а СВР туда уже нормально? А я даже не знаю, может, и существовал. Ну, это же древние такие технологии. CVS точно был? Может быть, SVN? Нет, CVS точно был. Но, как бы, вот о системах контроля версий, например, нам не рассказывали в универе. Почему-то прошло мимо совершенно. Ну, и мы, соответственно, не знали. Но вот этот опыт писания, именно, знаешь, у нас был, мы писали это дело на Visual C. Это был контакт, например, с очень хорошей документацией по Visual C, потому что по Visual C, вот, он прям, я помню, еще шел на их, на лазерных дисках, да, на CD. И там была отличная документация по API, по Windows API, по DirectX, по этому. Откуда, откуда документация, что на английском? И в то время на английский сильно забивали? У тебя с английским все нормально было? У меня с английским было нормально благодаря моей школьной учительнице. То есть у меня в школе был единственный предмет, которого все боялись. Ну, и мне было тоже некомфортно туда ходить. То есть в целом, я по поводу школы сильно не парился, но английский, это было такое, знаешь, ты знаешь, что вот он в среду английский, и ты уже где-то с понедельника такой, немножко, знаешь, немножко тебе как-то жим-жим, даже если ты все сделал. Вот, но... Хорошая учительница. Очень хорошая учительница, да, в этом смысле повезло, что, ну, и как-то, не знаю, мне, в принципе, наверное, не очень тяжело давался английский. Вот, у меня мама тоже учитель английского и немецкого, но мне это не сильно помогало, то есть немецкий я так не выучил. Я пробовал начинать ходить в школу, ну, то есть... До сих пор? Даже сейчас? Живя в Гамбурге? Не, ну как, сейчас-то, конечно, я совру, если скажу, что не выучил. Я говорю по-немецки, где-то, наверное, между B1 и B2, то есть мы просто там ходили на курсы и все такое. Но вот в школе там немецкий был шанс, потому что мама сама преподаватель, но нет. И английский тоже с ней, с мамой я, ну, она прям учитель немецкого и английского, с ней мы дома ничего не практиковали, не разговаривали. А мама преподавала в той же школе? Какое-то время в той же школе, потом в другой. Когда она в той же преподавала, это было прям не очень, честно скажу. Понимаю. Потому что все было известно и как бы, не знаю, никакого пространства для маневра не было. Вот, и поэтому английский у меня был хороший еще со школы. И документация, на самом деле, это то, как я английский дальше сильно прокачал. То есть на самом деле я прокачал его чтением документации. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о том, помогла ли мне учеба в универе в плане программирования, мне скорее помогли вот такие вот странные контакты, ну, не странные, а контакты с программированием, с другими, ну, не знаю, студентами, которые увлекались. У меня, например, были еще одногруппники, которые увлекались низкоуровневыми вещами, ассемблером, да, там, написанием вирусов, взломом программ. То есть взлом программ, это же тоже, это по сути, чтобы начать ломать программы, да, на уровне таком. Тебе нужно изучить, как процессоры работают. Ну, то есть низкоуровневые штуки. Ну, в то время, сейчас, конечно, больше высокоуровневого всего, на много порядков, наверное. Сейчас уже можно и на высоком уровне, наверное, больше чего ломать. Но тогда это было, тебе нужно понять вообще, что такое процессор, ассемблер, как бинарный код выглядит, есть ассемблеры всякие разные. Были такие ребята, и с ними было просто очень круто тоже в это погружаться и разговаривать. То есть вот это сильно помогло на самом деле. Я почему спрашиваю, как ты думаешь, на сегодняшний день университет заменяем какими-нибудь курсами, вудкэмпами. То есть многие скажут, что универ дал компьютер-сайенс-базу вот эту вот, которую ты потом фиг где подтянешь из-за того, что и времени нету, и может пластичность уже не та, или еще что-нибудь. Ты знаешь, я видел много людей, которым пытались в универе дать эту базу, и оно все прошло мимо. Вот в чем дело. То есть, наверное, ты прав в плане того, что это время, где ты действительно можешь это получить, да? То есть ты, как бы, не знаю, тебя содержат более-менее родители или как-то на стипендию учишься, да? Тебе есть где жить, тебе не о чем больше думать особо, да? Собственно, вот ты социализируешься и можешь что-то учить. Если у тебя есть желание изучить вот эти вот компьютерные штуки, то, конечно, оказаться в универе, который учит компьютер-сайенс, это хорошее дело, да? Потому что там тебе, по крайней мере, дадут указатели, куда почитать. И ты можешь в свободное время, не знаю, купить книги, пойти на курсы, поучить вещи поглубже. Потому что, ну, тот же самый вот C++, который, да, нам давали в универе, он не был сильно глубоким, да? То есть нам, ну, там, ну, что-то можно сильно выучить на лабораторных, да, там, не знаю. Сделайте программу, которая выделяет память под матрицу, там, не знаю, 10 на 10. Ну, это слишком базовая, да, какая-то штука, чтобы... То есть это не разработка большой программы. Это очень маленькие примерчики, которые немножко дают направление вообще, что такое C++ и что в нем можно, но дальше нужно копать самому. То есть вот это направление, если есть желание копать, то в универе, конечно, это самое время, потому что вот это, когда мы писали свою эту вечную курсовую, мы занимались тем, что мы практиковались в таком хардкорном C++. Прям реально большая программа, 3D, ну, там, там, и сеть была, и физика была, и взаимодействие с пользователем было, да? Но это нам было интересно. То есть направление универ, а интерес, он все-таки от человека исходит. Курсы заменяют ли они? Ты в своей практике хайрил, нанимал людей и работал с людьми. Можешь ли ты сказать, что, в принципе, университетские от университетского инженера не отличаются в массе? Мне кажется, не отличаются, я бы так сказал. То есть в некоторых случаях я сталкивался с людьми, где можно было бы сказать, что отличаются, но не могу сказать, что, типа, вот человек учился в универе, значит, а значит, стопудово все хорошо. Статистику подбить? Сложно, сложно. Ну, то есть, по крайней мере, по ощущениям ничего такого сильно не выделяется. Просто бывают иногда истории, когда я понимаю, что, ну, вот приходит человек работа инженером и уже работает инженером, да, какое-то время, и какая-то область, вот вообще всего, там, не знаю, компьютер, компьютер-сайенс, что называется, какая-то область совершенно неизвестна. То есть, вот иногда такое встречается, да, но эта область, как правило, она такая какая-то, где-нибудь сильно подальше, и в каждодневной работе, там, не знаю, допустим, фронт-энд инженера, она особо не нужна, там, не знаю, какая-нибудь теория, графов, множество, вот такие штуки, которые, в принципе, в каждодневных вещах не нужны, но в универе о них говорят, потому что это прям какие-то такие базовые математические штукенцы. Друзья, я напоминаю вам, что надо подписаться на канал, если еще этого не сделали, поставьте обязательно лайк, оставьте комментарий, если вам что-то отозвалось в процессе интервью, кроме этого, не все знают, что IT-бороду можно слушать в подкасте, подкаст на абсолютно любой платформе, IT-борода, ищите, находите, там тоже подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и звездочки, продвигать будет подкаст, если хотите поддержать проект, можете это сделать через Patreon, через спонсорство на YouTube, через прямые донаты, крипта, PayPal и и и и револют, все ссылки в описании. Также есть телеграм-канал, в котором я опощу все уведомления о новых видосах, а также иногда пишу попоподжигательные статьи, тоже можно подписаться. Team Lead System Architecture, архи... архи... короче, все все поняли. Архитектор, да, Team Lead. Очень интересное название. Мы знаем, что такое Team Lead, мы знаем, кто такой сеньор, мы знаем, кто такой архитектор, а тут Team Lead архитекторов получается. Да. Это как? У нас в компании есть такая команда, да, то есть, наверное, немножко такой экскурс в историю, потому что название команды, оно такое немножко историческое в компании. Компания когда-то была стартапом и во времена стартапа это был монолит, написанный на Перли. Тут, наверное, стоит сказать, чем, в принципе, вы немножко занимаетесь. Компания это большая околосоциальная сеть про работу, что-то вроде LinkedIn, а только немецкий. называется ZING, основной продукт, XING, как немцы говорят, ну, типа xing.com и это там что-то считали, по-моему, каждый четвертый немец, ну, человек, который говорит на немецком, то есть, они называют этот рынок DAH, это Германия, Австрия и Швейцария, да, немецкоговорящие страны, каждый четвертый, дескать, знает этот этот сайт, ищет там работу, ну, и все такое. Вот. И ему лет 20 уже, по-моему, этой компании и эта компания, которая прошла вот от успешного стартапа в большую такую корпорацию, там больше двух тысяч народов уже, вот, там офисы в куче разных стран. И была команда, которую называли сначала просто архитекторы, которые распиливали вот этот старый монолит перловый, который был на перле написан, распиливали его на на несколько больших приложений, сначала на Ruby, потом помогали, когда нанимали больше людей, понимали, что больше есть работы, нанимали людей, которые из Ruby кусочки вытаскивали в отдельные приложения. Вот эти люди, эта команда, которая изначально вот распиливали перловый монолит, они остались таким ядром, люди, которые знают больше всего про систему. Их стали называть там back-end architects, ну, типа архитекторы бэкэнда. Вот. Но они на самом деле делали больше, чем просто архитекторы, архитектуру бэкэнда, они были такой командой, как, знаешь, как какие-то силы специального реагирования. То есть чуваки, которые больше всего знают про системы все еще и могут прийти и помочь. То есть они знают не конкретный маленький кусочек, да, там, не знаю, страницу личного профиля человека, а как это все всходит, ну, типа вместе содержит, да, работает. Потому что все эти маленькие кусочки, они потом начали работать через REST API, связанные между собой, там, у нас шины сообщений, да, там. На микросервисы, на сервисы растянули. На микромонолиты. На микромонолиты, да. На микромонолиты, к сожалению. Ну, или к счастью, потому что там... Макросервисы. Макросервисы, да. То есть они одно время были даже все, то есть, по сути, каждый вот этот микромонолит, он был прям реально приложением со своим фронтендом, со своим бэкэндом, но только они все еще через REST API говорили между собой, да, через шину сообщений, но они были попилены по бизнес-кейсу. То есть они были попилены не по дизайну системы, а по бизнес-кейсу. То есть тут у нас есть какой-то продукт, не знаю, там, регистрация, онбординг пользователей, да. Мы под это дело организуем команду, мы под это дело организуем ПО, да, там, ну, продукт-оунера, и вот это. Круто разделили на зону ответственности исходя из бизнеса. Крубо говоря, да-да-да, и порезали на приложение таким образом. Вот архитекторы, были люди, которые понимали, как это все вместе все еще продолжает работать. И я, когда пришел туда работать, я, собственно, пришел вот в эту команду архитекторов. То есть архитекторы, это было название такое, конечно, архитектурой системы занимались, всего, вот, всего общего, ну, как все это выглядит, но мы еще и помогали за счет того, что мы были единственными, кто понимал, как все выглядит, вот большую картину, мы еще помогали дебажить всякие разные вещи. Ну, то есть, причем дебажить какие-нибудь штуки, типа, которые затрагивали несколько приложений и несколько слоев, то есть, не знаю, там, какие-то сетевые странные проблемы, когда одно приложение говорит с другим, не знаю, 3% запросов, у них какие-то странные тайм-ауты. И мне это очень нравилось, потому что за счет того, что вот эти вот все очень странные задачки попадали к нам, просто больше никто не был в состоянии из-за того, что, ну, туда смотреть, из-за того, что у них области ответственности туда не заходили. То есть, большинство людей, они говорили, окей, майор, рельсовое приложение, вот, ну, на Рубин на рельсах, да, написали, оно заканчивается? Там, где заканчивается API, там, где начинается API другого приложения? Там, где начинается API другого приложения, где начинаются всякие вещи, типа, кубернетисовских всяких рантаймов, там, эти VMware, потому что все это сначала на VMware крутилось, на виртуалках, сетевые устройства, все эти свитчи в дата-центре, сетевые карты, линуксовые дрова, драйвера, вот там это все заканчивается, да, для них, то есть там это было настолько уже глубоко, что туда никто не лез, а нам туда приходилось лезть, отлаживать, там, не знаю, этим, господи, TCP-дампом смотреть пакеты, иногда, списать специальные программы, чтобы поймать ошибки, то есть это было прям прикольно. Вы выглядели как такие такого рода айболиты, которые делали диагностику и давали советы там дальше сеньорному составу еще поправить, или вы прям сами имплементировали что-то? И то, и другое. То есть мы сами писали много, мы писали одно время сначала, мы писали в основном системные компоненты, ну, поскольку язык программирования был практически один в компании, ну, в Ruby, ну, был еще Perl, конечно, который, с Perlом была смешная история, что он, когда пришел в компанию, он официально уже был объявлен тем, что все Perl типа мертв, что его нет, но он все еще был. Вот все еще был монолит с остатками недомигрированных вещей, и, наверное, года три мы мигрировали куски из Perl, и вот, например, одна из задач архитекторов было пойти с командой, ну, вот конкретно команда, да, там решили, что вот у нас есть, не знаю, список контактов, да, ну, как продукт, он все еще в Perl, включая базу данных, которая, ну, несколько таблиц в Perl'овой базе данных, в отдельной, да, это нужно вытащить, положить. Была своя база какая-то? Нет, в смысле, в Perl'овой подключены к этому сервису. Это важно, потому что эта база данных была на старых версиях MySQL'а до еще, до того момента, как люди из MySQL'а осознали, что дефолтные значения это хорошая идея, да, и что данные хорошо бы форматировать по умолчанию, да, то есть там были, например, даты, которые просто не являлись валидными, да, там даты со всеми нулями, даты, которые там, ну, где число больше тридцати одного, там, да, день, ну, и тому подобные вещи, то есть куча всяких ошибочных вещей была, и Perl'овая база данных, она была этим известна, что это прям исторический такой багаж, и нужно было такую штуку, вот, например, вытаскивать в отдельное приложение на Ruby, на рельсах, да, соответственно, база данных уже не может быть просто скопирована, потому что все вот эти вот... Надо ее привести... Ее надо привести в порядок, в местах... К нормальному. Да, да, действительно, нормализовать немножко, чуть-чуть. Нужно было, там, не знаю, где-то удалить дубликаты, где-то поправить ключи, да, то есть там на живую довольно сильно нагружено, то есть вот я помню просто моя такая миграция была, где я был вот этим архитектором, которого передавали команде, я там полгода провел, прям сидя вместе с командой, помогая им это все делать, да, там, разрабатывая вспомогательные сервисы, которые бы, например, трафик делили, либо позволяли копировать данные из одной базы в другую, когда, ну, типа прозрачно... Бешевно... Чтобы бесшевно все сливалось, да, чтобы можно было старой... Чтобы старая система и новая работали параллельно, и данные были синхронизированы, но не один к одному, потому что невозможно один к одному, что в одной данной констраинты сильно такие безалаберные, а в другой уже нормальные, то есть там кастомный софт был. Вот этим занимались архитекторы, вот. То есть это была еще одна из задач, не только дебаг, но и прям отдать в команду, сделать так, чтобы у них получилось, потом возвращаться обратно. Я прям уже чувствую, что в комментариях сейчас там кто-нибудь накинет, что это... У вас есть архитекторы, крупная система, и вы решаете переехать с Перла, они решают, переехать с Перла на Руби. Тот самый Руби, который хорош для прототипирования, но не сказать, что прям самый лучший выбор для нагруженных систем. Ты знаешь, с нагрузкой Руби справлялся, и до сих пор справляется на удивление нормально. То есть это на самом деле, правда, не самый быстрый язык. Извини, это рельсы были в основном? Рельсы, да. Это были рельсы. Почему тогда решили на рельсы, я, честно говоря, даже не знаю. В какой-то момент оно было популярно. Это было очень популярно, да. И в компании до сих пор работает человек, который один из core-контрибьюторов в Руби. О, круто. Да, и у него там были свои прям патчи для рельсов, ну, официальные, для ускорения, какие-то кастомные штуковины. То есть там был еще, вот до сих пор есть такой очень крутой чувак. Прям он, ну, он уже, там, не знаю, через несколько лет выходит на пенсию. То есть такой инженер, человек, который проработал вот именно инженером, он доктор computer science, прям доктор настоящий. И он, знаешь, этот у него, это звание, оно не зря. Очень крутецкий чувак был. И он много чего там для рельсов разрабатывал, всяких разных патчей. То есть в какой-то момент это просто уже, ну, этот маховик набрал, ну, как бы энергию, и рельсы ехали дальше. И по сегодняшний день на рельсах нормально живете? Это, может, NDA, я не знаю. Нет, я не думаю, что это NDA, потому что мы нанимаем не только рельсовых разработчиков. То есть сейчас у нас больше всяких разных языков программирования. Ну, я скорее про то, есть ли в планах полностью миграция с рельсов куда-то в другую сторону, либо рельсы в целом удовлетворяют. Просто чтобы понимать, насколько рельсы сейчас... Ты знаешь, сейчас, сейчас получается вот какая штука. И Ruby, в частности. В принципе, с Ruby и рельсами никаких особых проблем нет. Да, то есть разработчиков, может, не так много, ну, потому что раньше это была хайповая прям штукенция. Вот рельсы, там, все крутые ребята на рельсах. Сейчас уже не так. Все крутые ребята, там, не знаю, на какой-нибудь Скайли, на... На Rusty. На Rusty, да. Rusty у нас все еще нет, но не удивлюсь, если появится. Сейчас у нас гораздо больше всяких языков программирования. Но что произошло с рельсами, это из вот этих микромонолитов, да, приложения стали постепенно вырождаться. Вырождаться в основном в Backend API. То есть получается, что в какой-то момент, ну, фронтенд был, рельсы генерировали HTML, куда, и динамика была в виде большой jQuery. Такой штуковины, которую, по-моему, вообще один чувак написал. Такой чувак был, который... у него была просто невероятная производительность в плане строк кода. Ну, и оно все работало. Оно было написано немножко странновато, да, то есть местами там где-то дублировались вещи, там много чего можно было переписать, но производительность у него была просто совершенно дикая, и он решал задачи. Вот в основном он написал весь все фронтендные штуки, знаешь, там все диалоги, поп-апы, все на jQuery, короче, все на jQuery. То есть был еще фронтендовый jQuery монолит. Ну, как монолит, один огромный файл там на тысячу с лишним строк, весь фронтенд желтан. Ну, еще несколько подгружаемых джей этих какие-то джаваскриптовых библиотечек, которые... Где он дошел до момента, что для некоторых страниц нужен тяжелый джаваскрипт, который можно уже динамически подгрузить туда, ну, только там. Остальное будет полегче. Вот. Как бы когда это было вот так, оно было нормально, потому что HTML-ки выдавались рельсами, это имело смысл, да, то есть, ну, сервер-сайт-рендеринг все равно работал. Потом был проект по переводу всего этого дела на React. И, соответственно... Какой-то унифицированный интерфейс, либо на каждый макросервис свой. Унифицированная там была система. Потому что React же можно делить. Да, да, да. Там унифицированная система, они какое-то деление тоже включали, то есть там было два проекта, насколько я помню. Один именно как библиотека компонентов, и второй, это вот, собственно, весь вот этот движок реактовый, который вот фронтенды рисуют, и для для конкретных приложений, там прям у них получались даже свои эти имиджи, ну, образы в докере, чтобы рендерить вот это дело на первую страничку. И, соответственно, от рельсовых приложений уже не требовалось рендерить ничего в HTML, да? Ну, понятно. Чисто бэкэнд. Чисто бэкэнд. И этот чисто бэкэнд постепенно тоже вырождался уже в такие вещи, которые для, ну, как бы рельсы не используют, ну, не используют какие-то особые бенефиты рельсов, да? Ну, понятно, что ActiveRecord, вот этот вот ORM, он все еще такой хороший, потому что по нему куча документации, да? Люди знают, как им пользоваться, им меньше надо париться с базами данных, плюс у нас есть еще эти DBA, прям люди отдельные, которые могут помочь там посмотреть, какие индексы нужны и что поднастроить. Но это уже не совсем рельсы, да? То есть если тебе нужно только ActiveRecord, то как бы... ActiveRecord с Ruby просто. По сути, да. То есть вот оно, вот такое вырождение, оно потом открыло дорогу другим языкам, программирования, потому что тебе уже, ну, как бы нет особо большого плюса от того, что есть рельсы. Но к рельсам все равно все еще куча всяких стандартных библиотек, типа удобный доступ к REST API, подключение к кастомным инструментам мониторинга, которые вот за все эти, ну, там, 20 уже лет работы компании все равно же там наросло куча всего своего такого, знаешь, доморощенного. И в рельсы это все еще до сих пор больше, ну, лучше всего интегрировано. Вот. Какая... Насколько вообще большая эта команда у вас разработки именно сейчас? Разработки в смысле? Вообще во всей компании сколько разработчиков? Плюс-минус. Ну, где-то, наверное, человек 500 точно есть. Вау. Это просто, чтобы понимать масштабы того, на скольких людей распространяется вот эта вот ответственность архитекторов, про которых мы сейчас говорим. Да. И вопрос самый-самый изначальный, возвращаемся на верхний уровень, тим-лид архитекторов. Да. Как вы к этому приходите? У меня это получилось, знаешь, каким-то таким интересным способом. То есть я работал долгое время сам там вот в архитекторах, а потом у нас команда называлась Backend Architecture, и в какой-то момент мы поняли, что вот есть два, две, собственно, услуги, которые мы оказываем компании, сильно разные, да. Одна это именно производство каких-то систем, да, то есть у нас были, на тот момент мы уже разработали новую платформу, на которой все работало, на Кубернетисе, называется внутреннее название Olymp, вот, про нее даже есть доклад у меня, ну, на английском языке. Посылочку оставим. Я оставлю, да. То есть это такая штука, которая, настройки над Кубернетисом, которые позволяют, ну, легко именно вот специфические приложения там выкатывать, разрабатывать, там, включая все эти дипломин, пайплайны и все остальное. Там написали что-то, штук 40 контроллеров на Go, то есть мы выучили Go, выучили Кубернетис, ну, то есть это, знаешь, это был отдельный прикол от этой команды. У нас всегда постулировалось, что на каком мы языке пишем, неважно, вот мы именно сами архитекторы. Мы просто учим то, что нужно и используем. Ну, это в копилку, что в какой-то момент у тебя технология перестает быть главенствующей. Да, да, это уже не так важно. Важно понимать вообще какие-то фундаментальные вещи, да, и чтобы выбрать технологию, и потом уже ее изучаешь и используешь. Вот. И пришло понимание, что есть вот эти вот системы, которые мы строим, да, архитекторы, а есть еще поддержка людей, то есть поддержка в смысле того, что приходят люди из продуктовых команд и говорят, мы хотим строить вот такое-то, такое-то, но мы не очень понимаем, как это сделать. В смысле поддержка других технических команд внутри компании? Да, да, внутри компании, да. И это уже больше такое, ну, как, не знаю, как просто сервис такой, да, то есть архитектура, как классический solution architecture, что называется, да, то есть люди, которые помогают что-то построить, как консультанты, да, то есть консультации и, собственно, разработка систем. Я в то время как-то, почему, я даже плохо помню, почему, я в то время, мне немножко уже поднадоело разрабатывать вот эти большие системы там в этой команде, и я ушел на какое-то время вот эти в solution architecture. Ну, как ушел там, мы, собственно, сидели в том же офисе, просто там так еще... Ну, типа того, да, стул переставил, один еще, один из коллег вот тоже из backend architecture тоже ушел в solution architecture, и я там проработал полтора, по-моему, года, и потом тим лид от команды backend architecture, он увольнялся, и он просто всех обзванивал, типа, ну, всех ребят, всех знакомых, да, у нас с ним хорошие отношения, мы с ним что-то часа полтора проговорили, а я к тому моменту как-то меня занесло на подкасты Джока Вилленка, вот, на его книжки про лидерство, там, менеджмент и все остальное, и начитавшись этих книжек, я начал видеть, что какие-то вещи в компании работают, ну, как-то так, именно управленчески, странно, то есть, я знаю, что это был такой инструментарий, ну, как называть какие-то вещи, то есть, я вижу, что что-то происходит, и у меня, ну, то есть, если раньше у меня было ощущение, что просто что-то не так в компании, теперь я могу это назвать и объяснить благодаря прочитанным книгам, то есть, у меня интерес этот появился, ну, к тому, чтобы вот конкретно на эти вещи смотреть уже, да, с этим инструментарием, ну, и в принципе, мне всегда был интересен момент того, что разработка программ, это не только, собственно, кодинг, да, но это отношение между людьми, это тот факт, как вообще люди организуются, чтобы это делать, да, как вот эти вот наши с этим, с Юрой еще в универе, пьяные посиделки с мерджем кода, просто вручную, без всяких инструментов, в копипейст, и когда я вот с этим с коллегой разговаривал, с бывшим тимлидом, мы как-то дошли до того, что, ну, дескать, не очень понятно, кого на замену на тимлидом такой, такой команды, ну, как бы очень уникальной внутри компании, она единственная такая команда внутри компании, он такой, почему бы тебе не пойти, я такой, и правда, почему бы и не пойти, вот, и, собственно, пошел, для меня это было интересное решение, потому что я понимал, что если идти в управленчество, то мне нужно бросать кодинг. Ну вот, да, следующий вопрос, типа, отдавал ли ты себе отчет, чем ты будешь заниматься, насколько это будет отличаться от классической инженерии, к которой ты уже привык? Отдавал, отдавал абсолютно, то есть я, я просто для себя тогда уже, знаешь, как я до сих пор себя считаю, ну, программистом, как по-русски, программист, не инженер, ну, программист, разработчик, можно сказать, да, и от меня это никуда не денется, то есть, конечно, устареют знания о конкретных технологиях, но вот это вот сама, не знаю, главная идея программирования, как мне кажется, которая просто состоит в том, как ты в голове строишь вот эти вот логические большие системы, крутишь, вертишь их и реализуешь, да, и машина это делает, это от меня не денется уже никуда, то есть, ну, как бы мой мозг этим занимался лет 20, и как бы это не пропадет, и поэтому я для себя решил, что окей, я теперь хочу посмотреть на менеджмент, и поэтому я перестаю программировать, и я знаю, что программирование мне нравилось, и поэтому туда ходить теперь нельзя. Ну что? Да, потому что это, это такая, знаешь, это вещь, которая, ну, такой очень скользкий, скользкий уклончик, знаешь, потому что, если ты в работе начинаешь все-таки как менеджер все равно лезть туда и немножко смотреть код, какие-то, может быть, здесь я ревью какое-то сделаю, то это очень такое скользкая дорожка. А почему? Что в вашем случае? Ну, можешь порваться, очевидно. Во-первых, как менеджер все равно у меня есть задачи, которые важнее, чем, ну, какой бы то ни было тикет для команды, да, то есть, соответственно, если я занят тикетом, то более важные задачи могут не делаться, но более того, они могут делаться, но из-за этого тикет будет делаться медленнее, и для моей команды, да, если я вот взял себе какой-то тикет, его делаю, там, не знаю, очень долго и медленно, из-за блокера. Да, я блокер, еще и блокер, у которого по умолчанию есть привилегия того, что он менеджер. То есть, мне еще и сложнее будет сказать моей команде, сказать, типа, чувак, бросай вот эту херню, да, хватит вот заниматься этими тикетами, дай нам работать нормально, а ты занимайся менеджерством. То есть, вот этого я не хочу для своей команды, не хотел, поэтому нет, я не беру тикет, я не программирую теперь. Ну, больше не программирую, даже в свободное время, там, даже пед-проекты, надо полностью менеджмент. В свободное время я просто увлекся другими делами, другими вещами, они не совсем связаны с программированием, то есть, я не пишу код, и я не писал код, наверное, года два. Недавно, недавно я кое-что написал на питоне, я написал классификатор каких-то расходов, знаешь, ну, просто выгрузил с кредитной карты историю, и, ну, почему-то мне захотелось, типа, быстренько классифицировать самому, вот, там, не знаю, строк на 50, что-то написал на питоне, и все. А нет страха того, что устареешь, даже не устареешь, что в какой-то момент, когда, возможно, придется вернуться, либо захочешь вернуться, вернуться не получится, либо получится, но очень сложно в программировании? Нет. Либо ты вообще даже не думаешь о том, что ты будешь возвращаться? Я, честно говоря, особо не думаю, но этот вопрос, он, в общем-то, логичный, да, если вдруг придется вернуться, да, и я думаю, что я вернусь без особых проблем. То есть какое-то время это займет, просто, знаешь, у меня довольно большой уже опыт изучения новых технологий, ну, реально новых технологий, и я понимаю, что, ну, там, не знаю, полгода, год, и я могу там какие-то новые вещи изучить, добрать, добрать, и вернуться обратно. Ты в первом выпуске Team Lead Talks, это ваш подкаст с Димой, ссылочка тоже будет в описании, говорил о том, что то, чем ты занимаешься, похоже на engineering management. Наш вот этот выпуск выйдет как раз после того, когда уже выйдет интервью про engineering management, поэтому аудитория более-менее понимает, чем там engineering managers занимаются. Может, я неправильно услышал, вот расскажи мне сейчас, похоже ли это на то, что понимают под engineering management, когда ты занимаешься, условно говоря, каким-то около HR-ным делом для команды разработки, защитник разработчиков. Слушай, вообще это, мне кажется, зависит от стиля управления, руководства. Кто-то может этим заниматься, больше, кто-то меньше, именно вот таким, грубо говоря, как некий внутренний HR-защитник разработчиков, потому что, ну и, собственно, мне вот, чем мне менеджмент интересен сейчас, мне сейчас, я для себя сказал, что стоп программирование, а что вместо программирования, что мне тогда интересно, то есть, меня сложно работать без интереса. Мне интересно учиться именно вот этим всяким возможным штукам именно в менеджменте, то есть, руководство людьми, как это делать, что важно, что не важно, какие штуки работают, какие техники, там тоже есть техники, всевозможные приемы, приемы, не знаю, выстраивания отношений, приемы разрешения конфликтов, приемы коучинга людей, наверное, да, или вообще вот сами приемы того, что настолько область большая какая-то и очень изменчивая, что ты можешь, знаешь, ты можешь как быть как техническим деспотом в руководстве, да, и вся твоя команда будет просто ждать, чего ты скажешь и, ну грубо говоря, кодировать маленькие кусочки того, что ты сверху спускаешь, да, а ты вместо этого ты можешь быть, ну не вместо этого, а в той же самой команде с теми же людьми, ты можешь быть человеком, который по сути для каждого практически из людей или там для двоих людей дал возможность создать свой собственный проект, помогаешь им этот проект двигать и просто убираешь с их пути препятствия. То есть это про модель управления. Про модель управления и вообще про желание, ну даже это не то, что модель управления, это взгляд на вещи, то есть это настолько большая разница, это то, что мне кажется очень интересным, различающимся между разработкой и вот этим управлением. Мы в одном из выпусков тоже про такие штуки разговаривали и там была мысль интересная, что хороший менеджер это тот, кто умеет конкретной команде, конкретным людям применять как раз-таки разные подходы, потому что кому-то может быть нужно, чтобы ты был коучем, кому-то лучшим другом, а кому-то нужно и прийти там кнутом, показать, что вот чувак, а-та-та. Что ты думаешь по этому поводу? Прийти к кнутом, показать? Ну это властный менеджмент какой-нибудь такой. Хороший вопрос на самом деле, потому что наверное виды управления могут еще зависеть от задач, которые перед командой стоят на самом-то деле, да, потому что если задачи стоят, ну как знаешь, как классическое производство, где человек клепает заклепки, то там наверное больше управления сводится к дисциплине какой-то, ну и дисциплина, особенно еще в соблюдении требований безопасности, да, охраны труда. Чтобы заклепками пальцы по конвейеру не ехать? Ну типа того, да, потому что тогда просто банально работник пострадает, даже если с такой бесчеловечной точки зрения и клепать заклепки будет некому, вот. А если эта работа более какая-то такая творческая хочется сказать, но она не более не творческая, а более умственная, что ли, да, то есть это решение проблем, построение систем, которых до этого не существовало, то там как будто бы все равно есть некое направление стиля менеджмента, которое вырисовывается. То есть очень сложно, будучи, не знаю, там, будучи руководителем команды из шести человек, иметь такой мозг, который был бы круче шести мозгов. Зачастую даже круче, чем один. Да, 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 и поэтому когда, ну то есть поэтому для меня, например, я могу на себя брать вот такую ответственность, когда я, только я решаю что-то, не обращая внимания на присутствие еще шести мозгов в моей команде, это очень редкие ситуации могут быть какие-то. Скорее всего, это будут какие-то узкие кейсы, в которых только у тебя экспертиза, например, была? Нет, даже не так. Это скорее будет ситуация неопределенности, потому что моя задача как руководителя — это жить с неопределенностью и решать, куда пойти. И бывают ситуации, где кроме, ну не знаю, я, ну то есть как я могу принимать решение, да, когда я не понимаю, какой из вариантов, не знаю, дизайна, либо какое направление, направление развития системы, которую мы выкатываем для наших клиентов, какой из них правильный. Да, мы поговорили с клиентами, они не понимают, у них там, не знаю, несколько вариантов. Мы поговорили все внутри команды, да, есть какие-то соображения, но они не определяют направление. Кто принимает решение? Я, как руководитель. То есть вот эта штука, где действительно, ну как бы, имеет смысл задумываться об ответственности, да, об ответственности за выданное мне направление. То есть что бы моя команда не сделала, кто бы не сделал, отвечаю, в конце концов, я, как руководитель. И бывают ситуации, где решение действительно надо принять, но не из режима деспота, а из режима человека, который разрешает вот этот дизлог, завязанный на неопределенность. Вот. Вот в таких ситуациях. А в остальных ситуациях, если, знаешь, мне мой директор, ну мой босс, получается, уже бывший, говорил, Егор говорит, мы не пишем софт для самолетов, мы не пишем софт для медицинских систем. Если что-то из наших вещей, какая-то штука упадет, пролежит час, там день, оно, конечно, плохо, да, и для бизнеса будет удар, но никто не умрет. Вот. И поэтому я понимаю, что может быть в ситуациях, когда кто-то может умереть, действительно, да, там софт для самолетов, там может быть нужен какой-то дополнительный контроль, какая-то большая жесткость. Но в коммерческом таком софте, и я думаю, что баланс должен быть больше в сторону того, чтобы давать людям больше свободы, да, то есть если у людей есть идея, как что-то сделать, даже если у меня в голове есть идея, как это сделать, может быть немножко получше, я лучше с их идеей скажу, чувак, делай, потому что этот мозг, который эту идею придумал, он попрактикуется и вырастет. И у меня будет более крутой мозг еще один в команде, понимаешь? То есть мне кажется, что все-таки вот именно вот если убрать конвейерное производство, если убрать вещи вроде, не знаю, там, космоса, медицины, ну не знаю, авиации, то вот этот подход большая свобода и больше давать возможность людям пробовать какие-то идеи реализовывать и учиться на ошибках. То есть можно исходя из ответственности применять? Ну да, ответственности, ответственность даже знаешь не ответственность, а последствия. Последствия. Последствий неправильных решений. Если последствия не смертельны, ну в прямом смысле этого слова или не смертельны для компании, например, то я бы сказал, что есть правильное направление менеджмента, которое позволяет людям расти. Чем больше люди растут, тем выгоднее всем. Вот как-то так. Давай немножко формализируем то, чем ты занимаешься, чтобы было лучше понятно. Какие у тебя цели, как у TeamLead, архитектурной команды? Моя команда ведет и поддерживает несколько проектов. Да, то есть в мои задачи, понятное дело, и в цели входит поддержание жизнеспособности этих проектов, развитие этих проектов. Да, то есть я за это ответственный. Ответственный за то, чтобы, например, вот эта большая платформа работала, которую моя команда создала. Ну я тогда тоже был частью команды, не менеджером, а разработчиком, архитектором. Это вот эти solution-архитекторы именно, которые как сервис? Нет, это backend-архитекторы, которые стали называться сейчас system architecture. То есть когда backend-архитекторы поделилась на две, одни были solution, а вторые system. То есть непосредственно в твои обязанности, входит ответственность за саму платформу, за backend-платформу. Да, ответственность за backend-платформу — это одна часть. Ответственность за команду, потому что если не будет команды, ну не будет платформ. То есть, соответственно, найм людей, все, что называется вот типа people-manager. Архитекторов. Архитекторов, архитекторов. People-manager, архитекторов — тоже моя ответственность. Это означает всевозможные вещи вроде разрешения конфликтов, личностный рост, ну все вот эти вот истории про организацию работы внутри команды, да, всевозможные там канбаны, скрамы, как мы вообще что делаем. Что же на тебе? Ну это должно работать. То есть вот получается, что команда, включая меня, да, у нас внутри должны быть некоторые процессы. То есть работа как-то должна быть организована. Как она должна быть организована — это, в общем-то, наше дело. Но как-то она должна работать. То есть потому что наша команда — это платформа, от которой другие зависят, да, нам прилетают запросы какие-то, да, ошибки, которые люди нашли. Они должны чиниться довольно, ну так, более-менее вовремя, да, то есть какие-то новые фичи, которые хотят, тоже должны какие-то ответы на это дело быть, да. То есть это, ну наши продукты, они не в вакууме. И поэтому нужен некоторый процесс организации всего этого дела, чтобы оно все как-то адекватно имело какие-то сроки, за которые мы можем ответить на вопросы, там, да, починить что-то. То есть вот эти вещи тоже. Я за это отвечаю просто. Кто конкретно это делает — это уже отдельный вопрос. То есть в моей конкретно сейчас команде, понятное дело, что тикеты двигать по доске, там, да, кто хочет, тот и делает. То есть люди уже все достаточно взрослые, с большим опытом. Это вообще интересный вопрос, а как работают, по каким процессам работают архитекторы. Все мы хорошо знаем, как работают продуктовые обычные компании, которые там по спринтам закрывают какие-то итеративные задачи. Как у вас это происходит? В основном канбан. То есть есть большая ценность в том, чтобы на каждую какую-то штуку, над которой мы работаем, хранилась история. Ну, то есть какая была проблема, какие комментарии от пользователей, либо от нас, да, то есть тикет должен быть. Чтобы артефакты оставались. Да, чтобы это оставалось просто как история, потому что ее уже там много, и очень интересно иногда, полезно посмотреть, почему что-то было сделано или не сделано. У нас даже часть артефактов остается – это старые дискуссии. Мы стараемся дискуссии вести письменно. У нас это просто эти тикеты в гитхабе, у нас есть внутренний гитхаб, и тикеты в гитхабе с тегом дискуссия, и мы их можем открывать и закрывать потом. То есть как бы есть идея, там, не знаю, что-то реализовать, да? Прям и тикет появляется? Прям появляется тикет с тегом дискуссия, мы там это дело обсуждаем, доходим до какого-то логического завершения, либо превращения этого в тикет, который уже просто на реализацию, либо на понимание того, что да, идея есть, но, допустим, не существует все еще решений на рынке, которые бы мы хотели использовать, а кастомные мы писать не хотим. Мы его закрываем. Иногда через пару лет мы его открываем снова, и решение на рынке уже есть, и мы берем и реализуем. Это очень прикольно посмотреть на историю, очень, ну, там тоже уже, ну, комментарии и мнения людей, которые могут уже и не работать в компании, да, но, тем не менее, история хранится. То есть это очень важный аспект, наверное, то есть не так важно скрам это или канбан или еще что-то, но вот эта история, когда такие большие системы, которые долго живущие, да, то есть это не продуктовое приложение, которое, не знаю, решили, там, не знаю, компанию провести какую-то, написали какой-то кусочек, компания закончилась, его удалили и выкинули, да. Наши вещи живут очень долго, то есть 5-7 лет, наверное, ну, может, за десятилетие будет жить эта система. Поэтому очень важно иметь вот эту историю, то есть, ну, по крайней мере, я вот на это так смотрю. Я так понимаю, задачи делятся, наверное, по каким-то зонам компетентности этих архитекторов. Кто-то над одной системой больше работает, кто-то на другой, либо там пул, кто свободен, кто-то погнал. Ты знаешь, мы и то, и другое пробовали, а сейчас у нас модель такая, что люди все равно с системой работают, ну, подольше, там, не знаю, с год, может быть, полгода-год, вот, и либо до тех пор, пока кому-то станет некомфортно работать над одной конкретной системой, тогда можем, ну, как-то поменяться, передвинуть. Плюс еще часть наших систем, мы ими владеем, ну, и разрабатываем совместно с другими, ну, как бы, командами в нашем подразделении, да, ну, сайт-оперейшнс, например, люди, которые с железом работают, конкретно с железом, и немножко повыше, типа, там, VMware и установка, вот, базовые операционные системы и тому подобное. У нас зона ответственности смежная с ними, да, то есть, соответственно, когда мы что-то новое, большое добавлять можем в платформу, мы можем создавать такую проектную команду, проектную команду виртуальную, куда набираются люди, там, не знаю, два человека из моей команды, два человека из команды сайт-оперейшнс, там, подразделение сайт-оперейшнс, и у нас вот такой проект получается, который, собственно, мы что-то добавляем в систему, либо меняем сильно, заканчиваем, да, там, там, скорее всего, будут спринты какие-нибудь, да, то есть, типа, что-то вроде скрама. Заканчивается все, люди опять возвращаются обратно, то есть, вот такие вещи тоже бывают. Вернемся на уровень выше, с процессами понятно, с people management тоже более-менее понятно, с наймом я еще дальше спрошу, там есть много интересных вопросов, вот, не совсем понятно, что значит твоя ответственность следить за, там, здоровьем системы, вот, вот, как это, то есть, у твоего босса, по идее, есть, должны быть какие-то наборы метрик, по которым можно измерять твою работу и говорить о том, эффективен ты или нет, если там фидбэк от команды, это понятная метрика, то какой можно получить фидбэк о том, что все нормально, типа, если система не ложится, то, значит, ты хорошо выполняешь свою работу, или как это измерить? Ну, вообще, да, то есть, у нас, в принципе, эта метрика, она такая довольно грубая, да, это отсутствие инцидентов, которые, которые клали бы наши сайты, вот, наши сервисы, да, чтобы была наша система доступна. Доступна в смысле того, что у нас там есть, ну, у нас свои дата-центры, там, всевозможные штуки, которые между ними могут переключать, ну, redundancy и тому подобное, чтобы вот это все дело работало. И ты за это ответственен, то есть, даже если твой архитектор, там, где-то накосячил, ты все равно выступаешь к ответственному лицу. Конечно. Такая руководитель команды всегда выступает к ответственному лицу. Ну, я, я, я так это понимаю, потому что... Я почему спрашиваю? Потому что часто архитекторы работают как раз-таки как конечные точки соприкосновения, там, с высшим менеджментом, а тут есть ты. Нет, нет, здесь есть я, то есть в этом смысле команда, она, как, более-менее классически устроена. Ну, в том смысле, что вот есть тим-лид, да, руководитель, ну, и он отвечает за то, что команда делает. Но только сотрудники команды, архитекторы, они действительно тоже иногда выступают в роли каких-то лидов, там, больше технических, да, иногда как немножко project-менеджеры. То есть у них это больше такое, знаешь, что называется, латеральные, ну, как бы, lateral leadership. То есть они в иерархии компании не являются ничьими менеджерами, но часто ситуативно выступают в роли таких, ну, типа технических менеджеров с другими командами. А твоя работа с ними, она же не выглядит, как работа там в команде с разработчиками, я так понимаю, точнее, их работа друг с другом, она скорее просто иногда пересекается, либо они часто работают над каким-то проектом все вместе, как команда? Не очень часто, и я пока не знаю, как это решать, но это, как бы, знаешь, это, это не проблема, это упущенная возможность, вот как. Чувство сопричастности или? Нет, возможность расти быстрее, когда, то есть, да, то есть, когда люди вместе работают над какой-то задачей, особенно крутые специалисты, они могут еще круче стать очень быстро. Ну, да, понятно, вот, парное программирование, парное программирование, тоже это не особо применимо. Тут это сложно применять, потому что мы сейчас, большая часть наших больших систем, она уже построена, да, и мы там делаем какие-то не очень большие задачи, поэтому мы больше распределены, да, и парно решать небольшую задачу, баг какой-то в системе, ну, такое себе, обычно мы так не делаем, да, достаточно просто, у всех достаточно знаний, просто люди берут и делают, вот, это немножко такая упущенная возможность. Но, с другой стороны, в новых именно проектах, на настройке систем, чего-то там, я стараюсь, наоборот, по несколько человек, чтобы из моей команды там были, чтобы у них была возможность вот так вот перемешиваться с другой командой, друг с другом там что-то делать, потому что там очень крутяцкие штуки происходят. Ты говоришь, что у вас шесть человек в команде, ты говорил. Отчуда у меня вопрос, откуда здесь хайвинг появляется? Шесть архитекторов, архитекторы вроде, это не та роль, в которой ты каждый год-полтора уходишь, меняешь работу. Ты знаешь, у нас, у меня, у нас был такой период, ну, таких неспокойных волн в команде, где мне пришлось, сколько же человек я нанял, то тогда четыре, получается, человека. Почти полка, больше, больше половины команд обновил. Больше половины команд обновил, да, да. Это, видимо, с бизнесом связано, да, что-то там было такое. Ну, у нас были там некие проблемы в менеджменте, на самом деле, то есть в структуре и... Понятно. Как хайрить архитекторов? Есть ли какая-то, ну, определенно есть разница между хайрингом архитектора и хайрингом среднестатистического разработчика? Как происходит процесс хайринга архитектора? Слушай, ну, для начала можно сказать, что вот то, что я подразумеваю под словом архитектор, да, то есть то, что я описал, это не обязательно везде, значит, архитектор. То есть у нас архитектор — это человек, который не только дизайнит эти системы на бумажке, но еще и может их реализовать. Вот, то есть у меня вот архитектор и понимание такое, да, может реализовать, может отлаживать. Потому что вам, собственно, и нужно это делать. Ну, конечно, да, то есть мы реализуем, мы отлаживаем систему, может изучить большую систему на языке программирования, который для него пока что новый. Изучить, влезть туда и начать ее поддерживать и дорабатывать, да, то есть это такой, я думаю, что все еще это ближе всего к архитекторам называется, потому что архитектура системы вот в таких задачах, она становится самой важной частью, наверное, да. То есть это архитекторы, потому что это уровень, знаешь, как я когда нанимаю, я обычно людям говорю, вот, ну, профессиональное владение там несколькими языками программирования — это прям самый базовый уровень. Самый-самый базовый — это то, где может иметь смысл начинать разговаривать про, ну, типа, приход в мою команду, вот, потому что... Ну, это как гарант того, что ты можешь разные технологии, как минимум. Да, ты можешь разные технологии, ты можешь учить новые технологии, и это, знаешь, это какое-то такое изменение, в принципе, в отношении к программированию, да, потому что есть, я по себе помню период, да, что вот ты сначала программист на каком-то языке, потом ты учишь еще один, потом ты учишь что-нибудь вроде JavaScript'а, и понимаешь, что да, ну, все примерно про одно и то же, да, и ты начинаешь быть таким, типа, сомелье, такое вот в этом языке прототипное наследование. И ты такой, ну, или там еще что-нибудь. Ну, не, давайте без JavaScript'а, пожалуйста. Да-да-да, это кому как, да, то есть сомелье, он такой, это субъективная штука, да, но вопрос в том, что да, действительно есть какой-то такой этап развития, наверное, специалистов именно в программировании, когда люди приходят к этому, потому что я это вижу, что такие люди на рынке есть. Их мало, их очень мало, это Дима все тот же наш, он называет мою команду бутик-командой. Бутик? Бутик-команда, да, ну, мне нравится это слово, потому что у меня найм специалиста минимум 9 месяцев. 9 месяцев? 9 месяцев минимум. Это? От момента открытия вакансии и до начала работы. То есть это только до начала работы, это еще, мы не говорим про обучение, там, онбординг еще, да, онбординг еще веселее, потому что, ну, у нас как, в Германии 6 месяцев испытательный срок. Это обязательно? Он, я не знаю, насчет обязательный или нет, как там по закону. То есть 6 месяцев вы можете друг друга сохранить безболезненно. Да, самое главное, что 6 месяцев можно... А это мало? Это мало, для моей команды это очень мало. А после 6 месяцев, я так понимаю, в Германии уже сложно человеку... Это нормальный контракт, просто так уволить, ну, практически нельзя, то есть там начинаются всякие эти PIP, ну, вот, Performance Improvement Process и тому подобные вещи. То есть дальше уже сильно болезнь не увольнять, поэтому у меня, получается, в моей команде за полгода можно только частично изучить одну из больших систем. Тогда логичный вопрос, почему не хаясь внутри? Часто архитекторы как раз таки вырастают из самих проектов, это вроде как логично. Да, и мы так делаем тоже, но просто не так много людей, которые этим хотят заниматься, наверное, или до этого доходят. То есть у меня часть членов команды действительно это внутренние, ну, ребята изнутри. Получается, у меня сейчас только два человека изнутри компании, а четыре человека вот снаружи, получается. Тут тоже интересно, а ты с этими ребятами, которые изнутри компании, ты до работы в своей команде, ты с ними был знаком? Ты как тимлид архитекторов как-то взаимодействуешь с обычными разработчиками на проектах? С этими ребятами, с двумя я был знаком просто как коллега, потому что они уже были в команде, когда я работал. Но как тимлид я, как архитектор я взаимодействовал очень много, понятное дело, да, и, соответственно, какая-то репутация, ну, и такая. Просто в компании знаю, кто я такой, очень многие разработчики, но я еще и стараюсь как-то местами появляться, там, не знаю, в комьюнити, комьюнити of practice иногда, да, там потом на каких-то, не знаю, внутренних конференциях. У нас есть какие-то штуки типа Hack Week называется, когда можно там неделю позаниматься какой-нибудь фигней, да, и потом в конце недели все выступают. Вот я там иногда бываю тоже что-нибудь. Прикольно. Ну, вот бывало такое, да, поэтому такие вот бывают взаимодействия. Ну и плюс еще пойти рассказать, когда мы выкатываем какой-то проект, который конкретно для разработчиков, для именно продуктовых, да, там я могу пойти, не знаю, поторговать лицом, ну, лицом проекта на самом деле. Ну вот, такое бывает взаимодействие. Но непосредственно, конечно, код я не пишу, код не трогаю, поэтому к разработчикам редко заявляюсь. Возвращаемся к хайл. Давай. База – это как минимум несколько языков. Чтобы понимать, что ты не про технологию уже, наверное, больше, а про решение. Да, 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 да. Что еще? База – несколько языков. База еще – это человеческие качества. Например, отсутствие слишком большой заносчивости, потому что вот в этой должности, да, внутри моей команды очень большая ответственность по поводу того, насколько ты можешь слушать проблемы других людей, проблемы с твоей системой, да. И если человек в такой команде склонен говорить, да, я все знаю, то, скорее всего, это будет не очень хорошо в какой-то момент. Плюс у нас в команде, у нас несколько систем больших на поддержке, да, прям критически важных для компании. И иметь внутри этой команды конфликты, где люди не могут друг с другом работать, потому что иногда приходится вместе кидаться и что-то чинить. А как это проверить? Это похоже на тот самый cultural fit, про который часто говорят. Да. Ты знаешь, как я стараюсь это делать? То есть у нас, во-первых, как вообще хайринг проходит, да, то есть большую часть интервью я веду сам с человеком, как раз, чтобы вот это дело проверять. То есть понятно, что HR там как-то, наверное, иногда фильтруют, ну, то есть фильтруют резюме. Первый звонок со мной, на самом деле, не с HR. И на этом звонке я стараюсь вот человеку проговорить, чем мы занимаемся, да, что мы не заинтересованы в конкретном языке программирования, мы учим их, да, у нас есть тестовое задание по программированию, в котором я говорю, выбери любимый свой язык программирования, нам не важно. Мы его поймем на любом, ну, кроме ассемблера, может быть, и пролога, да, кроме ассемблера и пролога, пиши на любом. Почему как раз таки не сказать ему сделать это задание на том языке, в котором нет резюме, чтобы проверить, что он может? Это будет не очень честно, знаешь, потому что если это будет совсем новый язык программирования, мы знаешь, что пытаемся? Мы тестовым заданием пытаемся симулировать работу именно вот в рабочей обстановке, то есть мы говорим, у нас тестовое задание, оно с работой не связано. Там история из классических вот как раз вот этих штук, которые там, не знаю, изучают дискретные математики или что-то в этом духе, ну, я просто не спойлерю, потому что оно должно быть сюрпризом, да. Но там задание, оно вот такое из классического computer science, да, не имеет отношения к рабочим задачам, но там нужно написать более-менее законченную программу, да, небольшую совсем. Оно с подковыркой на то, что там довольно стандартные алгоритмы, но кое-где эти алгоритмы стандартные придется поменять, чтобы они сработали с тестовыми заданиями, да. И помимо того, что мы смотрим на решения именно на программирование, мы еще смотрим на все штуки вокруг, насколько написана хорошо документация. А то есть это не в онлайне еще происходит? Да, мы это даем просто, мы это даем, ну, на дом, там, не знаю, на три дня, 72 часа, но мы ставим жесткий дедлайн. Мы говорим, назови, когда тебе прислать, мы пришлем в любое время суток, да, там я ставлю отложенную отправку письма прям натурально, скажи мне с точностью вот до минуты, когда тебе прислать, любой день недели, любое время. Но через 72 часа должно быть решено, да, и она не очень большая, эта программа там, не знаю, я когда, да, прикольно, что все проходили через это вот в этой команде, включая меня, да, 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 оно все, оно старое такое. Мое решение было там что-то 150 строк кода, что ли, на питоне. Я тогда, я прислал на двух языках, на питоне и на перле. Вот. И одно было, ну, они немножко разные были. С перлом прям попал. Да, с перлом я попал прикольно. Вот, короче, я сначала рассказываю, что вот у нас команда этим занимается, да, и потом пытаюсь выслушать, как человек себя видит в свой, свой дальнейший путь вот в этом контексте. И я уже тогда, знаешь, чем я занимаюсь, я начинаю, ну, то есть я всегда записываю, что я замечаю, да, прям натурально пишу ручкой в блокноте, я ищу красные флажки. Так. То есть какие-то вещи, где, например, человек может очень много говорить, а я, я думаю, я решил, я сделал, да, то есть, ну, без конкретных примеров, но я несколько раз с таким сталкивался, когда ты видишь, что человек очень явно высокого себе мнения. Я это все замечаю, да, то есть потому что, ну, я это все отмечаю, и на следующих этапах я эти красные флажки накапливаю и стараюсь их начинать чекать потихоньку. То есть, например, тестовое задание, я всегда тоже говорю, что тестовое задание это такое, ну, не знаю, как, замудренное приглашение к разговору, решение тестового задания. То есть на самом деле мне не важно, до конца человек решил или нет, потому что там есть несколько таких пунктов, ну, типа там вот дается описание проблемной области и там 10 проблем, да, и часть из них, они такие странные, и там иногда бывает, что люди попадают просто ментально в какую-то точку зрения и до них просто не доходит. Это не значит, что они не пройдут собеседование, они могут его пройти, но мне важно проговорить, почему так получилось и как, да, то есть мы смотрим на решение тестового задания, я сам смотрю, потому что, ну, я все еще на этом уровне программирования владею, понимаю, что происходит, и мне это важно. Как минимум один человек из команды тоже смотрит, ну, потому что все его проходили, все его примерно помнят, и у нас критерии оценки, они тоже стандартные, внутренние. Берем сильно сначала, да, мы хотим посмотреть, что человек в принципе считает разработкой, да, насколько, ну, то есть я, знаешь, я устно проговариваю, что вот мы будем смотреть не только на код, но и на вещи вокруг него, да, то есть примерно так размыто, что как он документирован, какой интерфейс у программы, да, там, как легко будет его поддерживать, но без особых деталей, смотрим и более детально. И вот эти все более детальные вопросы потом, то, что мы нашли, я обсуждаю в сессии, часа, наверное, на полтора она длится, и я уже там начинаю какие-то вот эти красные флажки, которые я на первом интервью, я их начинаю проверять. То есть я, по-моему, один раз только был такой кандидат, где задание было решено настолько хорошо, что не давало мне возможности проверить никакие красные флажки. Ну, то есть там чувак прям реально архитектор, прям оно было настолько круто решено, запаковано в докер, выкачано там на облако, задокументировано так, что просто не к чему придраться. Даже грамматических ошибок не было никаких, синтаксических нигде в документации. То есть прям только один раз такое было. Обычно в решениях есть какие-то, ну, не знаю, погрешности, помарки, да, какие-то вещи, которые можно было сделать по-другому. И, например, вещи, которые сделаны не до конца хорошо, это отличный способ проверить самолюбие человека. Да, то есть я уже там решаю просто, насколько жестко я попытаюсь вот это самолюбие атаковать. Да, то есть я как бы, мы говорим, а я на фоне еще слежу за тем, что происходит. И записываю еще больше красных флажков, если они вылазят. Слушай, для кого-то может показаться, что красные флажки это только перегибы в сторону, в сторону, как это, в негативную сторону, скажем так. А в обратную сторону бывают перегибы, например, когда человек слишком не уверен для работы в этой сфере? Нет, для меня это все красный флажок. Это тоже красный флажок? Да, красный флажок это то, что несоответствие потенциально тому, чего я хочу от кандидата. Вот это для меня красный флажок. То есть несоответствие в плане того, что человек, например, ну, не знаю, уверен, не уверен в себе, наверное, не такой сильный красный флажок, потому что есть люди, которые... Не, ну почему? Неуверенность может сказаться в том, что в критической ситуации он просто побоится пойти и спросить, а как можно было бы? Ну да, да, то есть боязнь задавать вопросы, наверное, да, был бы таким красным флажком. Это может быть какой-то, не знаю, встречаются люди, которые врать начинают. Красный флажок, да? Ну как бы в большом, в маленьком, ну бывает такое, знаешь. Причем некоторые, несколько раз я видел, где пытались соврать очень так завуалированно в программе, то есть не нашли решения для алгоритма, но захардкодили что-то, но постарались сделать так, чтобы оно не казалось будто захардкодено. Нет, ну подожди, ну можно же так красиво захардкодить, что это еще будет лучше, чем... Такого я не встречал пока. Если действительно такое встречу, я скорее это будет, ну типа зеленый флажок, а не красный. Ну короче, я вот такие вещи собираю и на следующих интервью, то есть получается техническое интервью, оно вот протестовое задание, но не только, потому что там мы затрагиваем и вопросы документации, и вопросы именно поддержки такого кода, да, вопросы интерфейса, то есть получается сторона пользователей, да, потому что наши пользователи-разработчики, но у нас пользователи-то есть все равно, да, хоть и внутренние, внутри компании. Вот эта сторона, то есть это все проговаривается, после этого собеседования, они очень для меня выматывающие, ну не выматывающие, а я много энергии расходую на это дело, ну по понятным причинам. Даже те люди, которых я, ну после этого отсеиваю, они обычно благодарны за само собеседование. Реально. Говорят, ну то есть я... Хорошая тренировка. Да, они, я минимум от трех человек слышал, что это лучшее собеседование, которое я проходил, большое спасибо, я теперь знаю, чего мне не хватает и что мне дальше делать. А откуда ты это знаешь? Вы фидбэки собираете? Я собираю всегда фидбэк. Да, потому что мне тоже важно, ну калиброваться самому. То есть фидбэк я в конце каждой нашей интеракции с кандидатом, я собираю фидбэк. Был очень прикольный случай с молодой совершенно парень из Бангладеша, по-моему. Он мне так написал на вакансию, говорит, слушай, я, наверное, не потяну все-таки, но я очень хочу попробовать, да, ну пройти, потому что я, я хочу просто убраться из своей страны, я понимаю, что программирование это мое, но пока я, я явно еще, ну прям реально там, не знаю, 22, может быть, года или типа такого. Вот, давай, можно, говорит, попробовать. Вот, и мы с ним, собственно, ну попробовали, он действительно не потянул, но говорит, блин, ты мне дал сейчас направление развития на ближайший год, наверное, я теперь реально знаю, куда копать, куда делать. И это было прям, не знаю, мне было приятно вот от этого. А готов с ним через год пообщаться? Конечно. Ну то есть у нас нет никаких, знаешь, что типа вы не подходите, год нам не пишите, да, пишите без вопросов. Так, хорошо. Вот. Сабьесы. Да, сабьесы. Собираем красные флажки, и эти красные флажки мы потом прорабатываем, у нас впереди еще получается собеседование с HR, и HR у нас, ну у нас много офисов там в разных странах, да, там HR разные, они обычно по локациям, но большинство этих HR, они либо с профессиональной психологи, либо что-то в этом духе, то есть с серьезным образованием обычно, и список красных флажков, которые я накопил, я с ними прихожу к HR, говорю, HR, у меня вот такие есть подозрения, да, на командную работу, ну то есть обычно на что я смотрю? На командную работу, на повышенное самомнение, вот эта уверенность, неуверенность, способность, ну желание скрывать какие-то вещи, да, не договаривать, либо наоборот слишком себя опрячивать, ну то есть в основном такие вещи, которые на командной работе могут помешать, да, потому что вот это тестовое задание, многосторонний взгляд на программирование, он позволяет мне оценить, ну то есть понять, человек реально перешел вот этот уровень, когда язык не важен, или нет, там это понятно на самом деле. Это понятно. А зачем здесь командная работа, если мы уже с тобой обсудили, что пока нет командной работы как таковой? Она в проектах происходит. А, все, они же с проектами еще... Да, да, она происходит в проектах, и то есть получается, что в режиме, когда система готова и функционирует, там командной работы немного, ну бывает, но немного, но в режиме, когда система поломалась, ну каким-то образом хитрым, ранее невиданным, там может быть очень важная командная работа. И в режиме, когда мы новую систему строим, там важнейшая командная работа. Да, факт. Вот, поэтому это мне очень важно. Ну и плюс, эти люди в моей команде, они всегда могут пойти работать с другими командами, просто в одиночку. Поэтому там, как бы, если этот человек, не знаю, склонен к какому-то деспотичному поведению, либо что, к отношению такому, что я все знаю, а вы нет, это будет очень плохо, то есть для компании. И поэтому это важно тоже, потому что мои, ну, архитекторы, они ходят к другим людям работать вместе. Хорошо. Дальше к собеседованию. Знание языков программирования нам тут не нужно. Ну, мы говорим... То есть мы определенно уже видим, предполагаем, что он умеет. Да, он умеет. Но это видно обычно. Да, да, да. Всяческие штуки типа там систем дизайна, матчинга на те технологии, которые вы используете на проекте, это важно? Это может быть плюсом, если, допустим, человек... Я вижу, что человек вот только-только перешел вот эту черту, или где-то вот переходит черту, когда язык программирования не так уж важен, да. Но, допустим, он знает хорошо наши текущие технологии на системах. И тогда это значит, что ему будет проще он бордиться на эти системы, и будет возможность через ковыряние этих систем вот этот порог перешагнуть. То есть, в принципе, в некоторых ситуациях знание текущих систем – это такой весомый плюс. Понятно. Но обычно не так уж и важно. То есть, например, я приходил, когда я приходил туда архитектором, да, вот этим, ну, senior software engineer в команду архитекторов с прицелом на то, что буду повышен до архитектора, если покажу себя, основной язык программирования был Ruby. Ruby я не знал вообще, никогда не открывал, в глаза не видел. Вот, тогда же время онбординга сокращается, например. Это же очень большой плюс, особенно учитывая, что у нас 6 месяцев. Ну, оно сокращается, конечно, но просто, как бы сказать, люди, которые перешагнули вот эту вот черту программирования, да, ну, типа языков программирования, неважности, они настолько редкие все еще, что если они не знают, ну, то есть, что говорить о времени, сокращении времени онбординга не так уж и важно. Он все равно будет длинный, да, и там, потому что системы, ну, то есть, например, вот эта наша кубернетисовая штуковина, да, на кубернетисе написанная, там не просто кубернетис, там наша задача была в этой системе – это сделать так, чтобы процессы нашей компании ложились на вот этот кубернетис, ну, типа максимально бесшовно. И у нас там, ну, что-то больше 40 кастомных контроллеров написанных. Как бы знание того, что кубернетис делает, оно, конечно, поможет, но понимание не даст, что эти кастомные компоненты делают. То есть, там все равно есть, что поковырять, даже если ты знаешь систему. Конечно, если ты знаешь кубернетис и ГО, тебе проще будет понять, но, ну, такое, то есть, это не так важно. А процесс онбординга, что в нем происходит? Ну, первое, что я вижу, что вы, наверное, сразу людей берете на какой-то долгий период. То есть, говорите, что нам нужно коммитаться на несколько лет. Потому что какой смысл брать человека на год, если у него онбординга больше, чем полгода? Ты знаешь, мы, если честно, мы это сильно не обсуждаем. Ну, в Германии, я даже не знаю, бывают, наверное, фиксированные контракты по времени, что мы предлагаем это полгода испытательного срока и неограниченный контракт, ну, без лимита. Ну, а в целом для тебя, как для темлида, есть ли какая-то веха, веха, срок какой-то, по прошествии которой, вот, ты такой, можно сказать, что да, этот человек себя окупил, как-то успел проявить, и не зря мы его наняли. Где-то, наверное, через год это проявляется. То есть за год уже можно нормально войти в режим работы и приносить value? Да, за год можно нормально войти. То есть зависит от человека. Некоторые люди входят гораздо быстрее. То есть вот тот товарищ, который написал тестовое задание так, что не к чему было придраться вообще, он приносил value уже, по-моему, на четвертый месяц. Уже на испытательном сроке, да. А с этим товарищем красные флажки что же были? Практически не было. По-моему, ни одного. Какой-то идеальный хелл. Ну и пока что, правда, все очень хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, то есть, знаешь, не идеальный на самом деле, просто очень совпал по своему майнцету с командой. Хорошо сюда. Просто с командой хорошо совпал, потому что у нас, ну, вот именно специфика нашей работы, она не хорошая, не плохая, она просто своеобразная. И если человек, так получилось, что он, ну, как-то в силу устройства его ума, внутреннего опыта, да, работы в прежних местах, если он в такой же позиции оказался, то там, как бы, очень просто, ну, ты просто наш сразу. Ты, как бы, сразу уже функционируешь так, как команда, поэтому... Про красные флаги еще вопрос. Является ли для тебя красным флагом то, что человек последние места работы часто менял? Нет. Вообще нет. Вообще нет. Вообще нет. То есть ты даже про это не спрашиваешь? То есть я, нет, я про это спрошу, но само по себе это нейтральный факт. Ответ бы может быть красным флагом. Существование, когда у тебя полгода испытательные сроки, ты можешь каждое полгода просто менять компанию. Условно говоря, ничего не делать. Ну, так, конечно, не получится, но там три месяца ничего не делаешь. О, не, 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 у меня так не получится. То есть, потому что, видишь, в чем дело, что ответственность у нас на каждом из архитекторов, у нас всего шесть человек, да, и мы за большие разные системы отвечаем. Когда приходит новый человек и происходит онбординг, означает, что, ну, у меня не шесть человек, и даже не пять, да, у меня там где-то четыре. Четыре, может быть, четыре и два. Потому что человек, который онбордит, коллегу, он тоже выключается из процесса. Поэтому у меня очень большой стимул существует в том, чтобы пристально следить за тем, что происходит. Все ясно. То есть человек, который приходит, чтобы просто просиживать штаны полгода и получать зарплату, он не просидит долго. Правда, я за этим смотрю. Вот, ну, и мне как-то, знаешь, мне по ответу на вопрос, ну, почему менял компанию, мне будет более-менее понятно, на что вообще человек настраивает. Ну, мне хочется так думать. Пока что не было таких случаев. Часто бывает, что люди отваливаются на онбординге? Не очень часто. У нас, скорее, больше такая очень плотный фильтр. Мало людей проходит. Я не знаю, насколько это правильно или нет. То есть пока что на онбординге за все это время, по-моему, два человека отвалились. Ну, вот за время, которое я видел команду, работающую по такому подходу. Это и скольки? Ну, так, порядок 10-20. Ну, порядка 10. Ну, в принципе, было отваливалось. Да, и они отваливались. Был случай по личным качествам. Именно вот это, ну, скажем так, несоответствие тому уровню, не знаю, какой-то отсутствия какой-то гордости, знаешь, что ли. Вот один человек по такому отвалился, а второй отвалился по скорости все-таки обучения системам. Ну, то есть именно что, ну, не потянул просто. Ты работаешь на немецком проекте. У вас наверняка много немцев. Ну, да. Ты не немец. Да. Более того, ты англоговорящий. Ну, не немецкоговорящий, но этих. Насколько сложно тебе было начинать работать вот в команде архитекторов, когда ты вроде совсем извне? По всем параметрам, не техническим, ты извне. Ты знаешь, мне конкретно было совершенно несложно, потому что я как-то меньше, я не склонен испытывать негативные эмоции, наверное. Знаешь, у нас с Димой недавно был подкаст про большую пятерку, ну, типа, это модель личности, да, там, где она бьется вот на этих на пять характеристик. И у меня очень низкие склонны к негативным эмоциям. И поэтому я особо не думал о том, что вот я, ну, не немец. Ну, понятно, что я не немец, да. То есть были несколько таких моментов, где, например, команда до меня, ну, или группа какая-то, которая обсуждала до меня, там иностранцев не было. Я, по-моему, в команде вообще был первый иностранец, на самом деле. Им приходилось из-за меня переключаться с немецкого на английский. Но там, скорее, неловко им было, потому что они забывали. Ну, реально. То есть я не парился, потому что я видел, что, знаешь как, у меня контакт вот с первым моим коллегой, который меня собеседовал, да, там тогда они еще, мы парное программирование там еще делали. То есть там было, было тестовое задание, которое было то же самое, но тогда все еще было парное программирование, и я там на перле что-то фигачил на немецкой клавиатуре, что было очень смешно. Мы потом с этим, с коллегой, который меня, ну, собственно, на парном программировании меня вел, все, мы с ним ржали по поводу того, что, ну, что там кнопки некоторые не такие. У них эти умляуты есть, и я все время мимо нажимал, потому что почему-то он говорит, блин, я не подумал, что клавиатура нужна английская. Он мне включил какую-то раскладку, говорит, просто не смотри на клавиши, печатай так, потому что там получается, что запятая, она сдвинута на одну. Если, несмотря печатать, то можно попадать, но как только ты смотришь, тебя эта голову сбивает совершенно. Вот. Не было таких проблем, то есть я говорю, что немцам было скорее немножко непривычно, что надо, что они забывали переключиться на английский. И потом компания начала, ну, нанимала на самом деле больше и больше иностранцев всевозможных. То есть у нас сейчас, у меня коллеги есть, на самом деле и тогда уже тоже много было и русских, много было белорусов, украинцев, ну, то есть из типа СНГ получается, да, и Советский Союз даже, да, просто СНГ. Много было народу из Испании, в Германию переехавшей, потому что у нас был офис в Испании, там можно было просто перевестись. Сейчас еще есть много народу из Бразилии, которые едут в Португалию, в португальский офис. Это знаешь, тоже еще один из таких потоков оказывается миграции из Бразилии в Европу через Португалию. Ну, язык, потому что тут же самое, культура похожая. Прикольно. Да, ну, я не знал просто об этом. Еще бывают очень всякие забавные вещи. Был коллега один, он, по-моему, из Эквадора. Ну, тоже испаноговорящая страна, говорит, я всегда кашу под испанца. Никто не знает, что я из Эквадора. Потому что по акценту не слышно, ну, нет акцента на испанском. На английском всем такое. Нет, проблем не было. Я сам по этому поводу не парился. Я, знаешь, ну, у меня, наверное, меня это то, что в Германии как-то поразило, когда я приехал сюда вот просто именно на собеседование в марте, что я не почувствовал вот просто от людей. Ну, понятно, внешность у меня такая довольно типичная для местных. Ну, как бы, не знаю, светлая кожа, голубые глаза, достаточно высокого роста. Я не увидел никакой разницы, когда ко мне обращались. Я, конечно, не мог ответить на немецком, но не было такого, что вот человек там, продавец, какой-то на меня смотрит и не понимает, как мне что сказать. Нет. То есть это можно, конечно, относить и к какому-то снобизму немцев. Ну, не то, что снобизму, а к тому, что они все-таки предполагают, что, ну, типа, в Германии мы говорим по-немецки, да, и обращаются по-немецки, но ничего в глазах у людей не мелькало, и внутри компании тоже ничего в глазах абсолютно у людей не мелькало. Только вот неловкость, когда они забыли переключиться на английский с немецкого. А если говорить про авторитет в команде? Были ли у тебя проблемы с тем, чтобы набрать его, или он вообще там не нужен? Ты приходишь на управление людьми, которые уже состоявшиеся, у которых глубокая экспертиза, и тут ты такой. Ты знаешь, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что, будучи архитектором, я думаю, я набрал достаточно авторитета в принципе в компании. Ну, и в том числе в моей команде. То есть там эта команда такой, знаешь, клуб, наверное, своего рода людей, можно сказать, которые знают, что каждый из них достаточно крут. Ну, просто так, знаешь, не то чтобы в смысле позерства, а в смысле того, что они знают, что каждый из команды способен делать. И тебя они уже знали неплохо. И меня они хорошо знали, да, потому что я в команде лет пять проработал сначала, да, там было несколько больших проектов, которые мы за это время сделали, где я участвовал, поэтому авторитет был. А не было проблем того, что из равных ты стал выше? Ну, потенциально об этом во всех книжках говорят, что такие проблемы возможны, конечно. У меня проблем не было, нет. Проблем не было, потому что даже сложно сказать, почему на самом деле. То есть мне даже сейчас, ну, я начитался множество книжек, понятное дело, того же Джока Виленко сначала, да, где у него есть прям мануал, у него есть, книжка называется Leadership Strategy and Tactics, тактика и стратегия лидерства, где прям инструкции, типа, что делать, если вы стали лидером? Двенадцать пунктов. Беги, глупец. Читайте их каждый день, да. Нет, на самом деле, хоть это и книжка американского военного, бывшего, да, морского котика, она на удивление человечная в этом смысле, что там, ну, первый пункт, насколько я помню, это будь скромным. Когда ты стал лидером, вот двенадцать пунктов, первый это будь скромным, второй пункт слушай. Ну, то есть ты и так далее, то есть там прописные истины, но которые прописные истины, но которые, да, которые правильно сформулированы и которые реально просто можно перечитывать. И поэтому я их многие эти вещи использовал как такое, ну, как программу того, что стоит делать, что не стоит делать, и никаких проблем с тем, что я работаю с бывшими коллегами, с которыми вот на плечо-плечо работал, нет, ничего такого. Не тут еще стоит сказать, что у вас очень мощная система вот соответствия как-то найми. Ну, да, да, конечно. Но скорее всего это тоже сказалось очень неплохо. Что для тебя самое сложное в твоей работе? Интересный вопрос тем, что мне, поскольку я пока работал, хотя нет, не совсем, у меня был еще опыт работы руководителем, там еще в России, и вот в этом метадизайне, может быть, наверное, в интервью с Димой он больше рассказывал, компания, где мы с Димой работали когда-то, мы там поработали одно время, потом мы вместе ушли, потом я туда вернулся. Да, он про все это рассказал? Да, да, да. Слил? Все вообще. Как стеклотар. Когда я туда вернулся, через какое-то время я там дорос до руководителя, по-моему, отдела разработки или что-то такое. Ну, то есть просто программистов стало много, и нужен был фронтмен, который бы разговаривал уже с основателями, грубо говоря. Вот, то есть у меня это, это я к тому, что это у меня не первый опыт руководства, но тот опыт в России, там еще он был такой, знаешь, абсолютно стихийно по наитию. То есть я тогда все еще продолжал писать код, я был просто, ну, грубо говоря, фронтменом, но все еще членом команды. Вот, я продолжал писать код, продолжал там, участвовал в всевозможных делах. Понятно, что там в увольнении людей я тоже участвовал, ну, то есть были вещи, которые не просто часть команды, но остальное было такое, знаешь, в бессознательном режиме. Поэтому мне сложно сказать, что самое сложное в моей работе, ну, как Team Lead, потому что у меня пока что опыт работы только в одной компании. И, наверное, есть вещи, которые сложны и в принципе в работе Team Lead, а есть вещи, которые специфичны для компании сложности. Специфичный, наверное, смысл рассматривать особо нету. Но, или я, и мы, потому что мы их просто, может, не поймем. Я могу сказать, например, вот я, мне сложно просто определить это специфичные вещи или нет. Наверное, там есть какая-то часть специфики. Связана сложность с тем, когда от руководства мне нет достаточно большой точной цели, чего бы хочется, чего бы компания хотела, чтобы моя команда достигла. С одной стороны, это понятно, что вот есть система, они уже работают, да, но какой-то цели, что дальше делать, нет. А это не может быть самоцелью? Чтобы они продолжали работать? Чтобы система продолжала работать? Ну, конечно, это может быть самоцелью. Тогда нет развития? Тогда нет развития. Тогда нет развития, и есть ощущение, что есть некоторый тупик, потому что, когда система есть, да, она построена, всегда сначала она строится, наверное, не очень оптимально, да, и потом, это логичная вещь, что она, ну, оптимизируется, и явно высвобождается какое-то количество свободного времени вот этих шести мозгов, которые у нас есть в команде, что-то с этим временем можно сделать. И какие-то маленькие вещи можно придумать самим. Над большими вещами, да, нужно идти смотреть на стратегию компании, куда компания движется. Но если вот эта вот стратегия, ну, грубо говоря, не проходит снизу, снизу вверх, не доходит, сверху вниз, точнее, не доходит до моей компании, для меня это очень трудно решить, куда все-таки двигаться, потому что даже если я принимаю решение самостоятельно, если это решение не основано на чем-то, что происходит выше меня, мне очень сложно потом это синхронизировать с соседними командами, с командами из других бизнес-юнитов. То есть это прям, это такая вещь, где если я от своего директора, грубо говоря, то есть мой руководитель, это директор, да, по должности, то есть я тем лид, тем лидом директор, над директором там, VP и так далее, если директор не ставит какую-то задачу, я сам ее себе придумываю, даже если я ее потом рассказал своему директору, он говорит окей, но если он все равно ее полностью не синхронизировал, не согласовал там, не продал другим директорам, то мне приходится это делать, и там у меня не хватает инструментов, потому что я все-таки не директор, то есть я говорить с ними могу, я хожу говорить с кем угодно, да, без проблем вообще, но инструментов нет, и вот это тяжело. Вот такая странная задача, она может быть специфична для этой компании, потому что довольно большая иерархия, и как будто бы с вот это вот, ну не знаю, продвижением цели сверху вниз, возможно, есть какие-то затыки, может быть. Может быть, это в принципе в других компаниях тоже встречается, когда ситуация такая, что вот сначала система реализуется, потом освобождается возможность что-то дальше делать, а что делать, что делать, не совсем понятно, команда, конечно, может придумать, но поскольку влияние этих возможных придумок большое на все остальное, нужно синхронизировать снизу вверх, а это тяжело. Вот такая странная у меня сейчас основная проблема. Хорошо, давай я накину немножко еще. Приходилось ли тебе сокращать людей? Мне приходилось увольнять людей. Ну, увольнять, да. Да, да. Это тяжело или нет? Ты знаешь? Или это просто прагматизм и все? Тяжело решить, что нужно увольнять или не нужно? То есть тяжесть заключается там, где ты принимаешь решение, нужно увольнять или нет. Не, что нужно увольнять, тебе же, наверное, директор придет, потому что бюджеты закончились, надо, не знаю, поджаться. Нет, эти ситуации в Германии так просто не работают, что нужно поджаться. Там это все немножко сложнее. Обычно людей, когда увольняют, там это другая история. Увольнение, про которое я говорю, это увольнение, где человек не вывозит, допустим. Как понять все-таки? Потому что, опять же, ну как, есть такой вопрос, над чем больше я должен, о чем я больше должен заботиться? О том, что команда достигает целей, которые перед ней ставятся. Либо о команде. Либо о людях, о команде, о личностях внутри команды. Это всегда эти две штуки, они противоположные, и там нужно находить некоторый баланс. Вот. И для меня, вот пока я вот этого не узнал, вот эту концепцию, для меня вопрос увольнения людей, он был такой, знаешь, какой-то, ну очень стрессовой, экстренной ситуацией. Да, то есть вот увольнение людей в предыдущей истории, в метадизайне, да, в этой компании, в России, там мне приходилось увольнять людей, там действительно директор сказал, что я согласился, что не вывозит, ну и типа вот, ну теперь мне надо уволить, как бы, не знаю, с трясущимися руками пошел, проговорил, ну условно говоря, с трясущимися, да, и типа все, нужные слова сказал, там, хоть и было и плохо, и как-то страшно, ну и типа уволен. А когда есть вот этот фреймворк, когда ты говоришь, чувак, вот смотри, мы смотрим на твои, там, последние два года работы, да, мы тебе, ну даже не мы тебе, знаешь, это даже такая позиция, не мы тебе давали много шансов, у тебя было много шансов, потому что человек был членом команды, да, все еще остается. Было множество шансов подтянуться, да, сделать так, чтобы качество решений, которые ты приносишь в команду, оно соответствовало общему уровню, но этого не случилось, не потому что ты плохой или хороший, да, не случилось. И теперь смотри, вот эти твои решения, если посмотреть опять же объективно, они уже на команду негативно влияют, то есть здесь я хоть бы и хотел человеку еще помочь, я вижу, что помощи уже было оказано достаточно, и оно не изменило ситуацию, и ситуация зашла уже туда, где начинает присутствие этого человека негативно влиять на команду. Вот, когда вот так в голове это все раскладывать, то увольнение становится очень простым, на самом деле. То есть ты видишь, ситуация зашла сюда. Помощь была человеку оказана была, помогло нет. Пришло время расставаться. Вот. И для меня мне довольно просто то же самое человеку объяснить. Ну, прямо вот в этом фреймворке. Объяснить, это значит, что человек поймет, или объяснить это просто проговорить так, как ты понял, а дальше человек сам потешает? Я стараюсь, чтобы человек все-таки понял. как бы, потому что нет ничего плохого. Наверное, наоборот, хорошо по-человечески относиться к людям. Да, потому что у меня нет никакой задачи, знаешь, человеку еще больно при этом сделать дополнительно, что он не только теряет работу, но еще и, еще и как-то его унизить при этом. То есть я в этом не вижу ничего полезного или приятного для меня, скорее наоборот. и это скорее шанс для человека просто ну, осознать, что происходит, да, и больше, больше следить за тем, что за, за ситуацией, потому что, может быть, ну, там кто-то из людей может немного витать в облаках и думать, что все нормально, там, что за ним почищают, например, кот, либо там, ну, ну, правда, потому что бывают такие ситуации, где, не знаю, человек, человек явно понимает, что у него опыта пока вот в этой штуке меньше, да, он все равно что-то пытается делать, и это как будто бы может быть нормально, что другие ребята за ним это все дело доводят до ума, и на первых порах это, в общем-то, и нормально, да, там первый pull request, возможно, в огромную незнакомую систему, там можно говорить о балансе между, не знаю, скоростью, да, написанием штук и обратной связи, и их отточенностью, там все нормально, но если это повторяется долго уже, то как бы человек может все еще не воспринимать этого, и для него такой разговор, это, знаешь, такой контакт с реальностью, я это так за себя вижу, поэтому я стараюсь это проговорить, чтобы просто человеку было понятно, что происходит, что в этом большой драмы нет, просто, ну, реально не получилось, как бы некоторые вещи получаются в жизни, некоторые не получаются, драмы никакой нет, просто, ну, вот тут не получилось. Сложно ли растить людей? В смысле, не растить, а отвечать за их рост? Делать так, чтобы они не застаивались? И нужно ли вообще это делать? Потому что, с какой-то прагматичной точкой зрения, может показаться, что, ну, вот, человек все делает хорошо, можно на него забить, сидит и делает дальше. Может, оно и так, я не знаю, может. Ты знаешь, это зависит от того, наверное, чего человек сам хочет. Потому что, я знаю людей, которые говорят, что, ну, вот, я инженер, и я хочу быть всегда, оставаться инженером, да, и поэтому рост какой-то за пределы инженера, ну, он уже в какой-то момент будет невозможен, да, то есть будет уперт, будет граница, в которую человек уперся, и если я понимаю, что человек вот действительно, ну, вот в таком режиме находится, что ему комфортно, ему больше ничего не хочется здесь, да, там мы можем уже думать, не знаю, над какими-то вещами, которые все равно могут, например, поднять зарплату, в смысле, конкретные проекты, которые человек может реализовать, как инженер, да, и я все-таки вижу, что в моей команде большая часть народу, они не просто инженеры, а такие инженер плюс, да, потому что у меня довольно много общения с другими людьми, руководство проектами, ну, вот, небольшими, да, в командах там, то есть это история, где это люди, которые очень крутые специалисты, но при этом они могут уже вести проект, да, кому-то вот это больше интересно, то есть если я вижу, что у человека есть интерес, я это стараюсь проговаривать, и тогда, в принципе, это довольно просто, ну, то есть это довольно просто в том смысле, что об этом нужно вспоминать, об этом нужно помнить, об этом нужно разговаривать с человеком, но для меня это такое, знаешь, просто соединять точки, то есть я вижу, что окей, интересно идти куда-то в сторону, не знаю, собственной команды над проектом, например, интересно, нет, обсудили, просто прямо обсудили, то есть я стараюсь много и часто разговаривать, ну, как бы со своими членами команды, и эти вещи обсуждать, и поэтому там, как бы, знаешь, нет чего-то сложного, то есть это просто вещи, о которых мы говорим, да, то есть когда отношения выстроены между людьми, много о чем можно просто откровенно поговорить. Интересно или нет? Если интересно, значит я буду искать варианты, как это реализовывать. И это мне нравится, потому что в этих вариантах я, во-первых, команда становится еще более, как сказать, исполченной и лояльной одновременно, да, то есть это люди, которые видят, что здесь действительно возможно все что угодно, ну любые варианты, да, даже если это не обязательно чисто архитектура, не обязательно чисто разработка, ведение каких-то проектов, да, придумывание чего-то нового, все здесь это может быть, об этом просто нужно поговорить. И для меня это не очень сложно тоже. Ну то есть понятно, что могут быть сложные, например, ситуации, где мало вариантов пока что это применить, да, но это тоже они не такие сложные, потому что я это напрямую обсуждаю с человеком, то есть я не прячу, как я это делаю, да. Если я это не прячу, то там сложностей-то никаких нет, то есть если я говорю, что вот смотри, у нас в компании вот это происходит, вот это, вот это, вот это и вот это, к сожалению, пока что того, чего ты хочешь, ну я не вижу, как вот это вот сюда воткнуть, если, ну и там потом я могу само человек спросить, если ты видишь, как куда-то воткнуть, да, там может быть даже уйти в другую команду, это все открыто. То есть для меня, знаешь, для меня как, не знаю, как шестеренки в компании, да, потому что это тоже очень странная штука, когда ты, когда ты работаешь на компанию, да, с одной стороны есть человеческие вещи мои, которые, как я понимаю, это как оно работает, с другой стороны я все равно должен, ну как бы мне платят зарплату за что? Не за то, что я там, не знаю, такой весь умный и красивый, да. Ну ты должен идти в ногу с тем, что хочет компания. Да, я должен думать о том, чего компания хочет. И в этом смысле развитие людей это то, чего компания хочет на самом деле, потому что крутые люди, пусть даже не конкретно в моей команде, которые перешли тем лидом в другую команду, у которого большая история с компанией, у которого понимание больших других систем. Это круто, это круче, чем это. Это проблема? Тебе нужно снова там открывать новый хайринг процесс, искать нового человека? Ты знаешь, это не проблема, это просто одна из задач. Это не проблема, да, это моя работа. Это реально моя работа. Я же не пишу код. Я занимаюсь хайрингом, я занимаюсь тем, что, ну вот смотрю, куда, есть ли у людей желание расти, куда они хотят расти, и стараюсь в этом помочь. Поэтому нет, это моя нормальная работа. А если человек хочет расти в тебя, что делать? Я пока с этим не сталкивался. Что бы ты делал? Хотя это, наверное, очень кустарный пример. Ну, условно понятно, что там разработчик может долго расти, джун, мидл, сеньор, архитектор. А архитектор куда будет расти? Вот мы поговорили, он в другую команду может уйти, а еще выше куда? Ну, то есть, смотри, у меня есть какой пример? Есть пример, когда у нас была идея инициативы, ну, не платформы, а скорее инициативы, ну, я просто не буду конкретно говорить на всякий случай, да, инициатива, она немножко техническая, но больше про изменение культуры разработки. И эта инициатива сначала была именно технической штучкой, которую мы выкатывали. Потом мы поняли, что выкатывание просто технического решения не меняет культуру. И один из членов команды говорил, ну, он занимался технической частью, и я с ним, я тогда уже стал вот недавно тем лидом, я с ним говорил, слушай, ты хочешь вообще этим все-таки заниматься вот в масштабах компании? И, ну, и мы с ним решили, что он этим хочет заниматься, и вместе с ним подготовили, ну, типа, пич для совета директоров, для нашего там СТО, чтобы на это дело выделили нам еще позиции, чтобы выделили позиции в других бизнес-юнитах. И он, по сути, у меня, ну, так отпочковался в соседнюю подкоманду. Она все еще, ну, как виртуальная подкоманда, но направлением этим он владеет полностью. То есть, ну, у него должность не тем лид, у него должность став инженер, получается. И ты, получается, в этом процессе ему тоже как бы помог вырасти. Да, 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 да. И причем пробить архитектурную должность, по факту. Ну, да, да, конечно. Да, то есть вот такой режим, такое случалось, да, и получается у нас в штате компании став инженеры, они уже, ну, они уровни тем лида. То есть это как технический тем лид, такое понятие, да. То есть они уже работают непосредственно с директором, то есть, ну, типа, с моим боссом. Ну, я формально все еще тем лид этого человека, но я там уже больше это как спарринг своего рода. То есть как тем лид с тем лидом. Хорошо. А куда расти тебя? В директора. В директора? Ну, то есть это не шутка? Нет, не шутка. Конечно. В директор либо в этой компании, либо, я так понимаю, можно и в рамках других компаний, либо вообще что-то свое открывать? То есть где вверх вот этот вот инженерно-менеджерского карьерного развития? Ты знаешь, это очень сильно, мне кажется, зависит от компании. То есть я видел, наверное, случай, когда люди дорастали до CTO, все равно какую-то техническую часть держали в голове. Да, то есть CTO тоже бывает совершенно разное, да, кому-то, ну, то есть это прям сильно. Мне кажется, вот в менеджменте очень много вариаций, как оно может быть, да, то есть должности у всех вроде как одинаковые, да, там CTO, VP, не знаю, директор, тем лид. Но насколько много там именно технологий, ну, то есть как бы с точки зрения формальности, да, оно все про технологии, но насколько их там много, очень сильно зависит от компании, от конкретной. То есть есть совсем технические CTO все еще, есть нетехнические CTO, есть технические и нетехнические директоры именно в плане того, насколько они погружены в процесс. И то, и другое может работать. Поэтому я для себя пока не вижу какой-то верхней точки, где бы я бы сказал, нет, туда я точно не пойду. С разными могут быть варианты и в этой компании, и в других компаниях. Ну, пока что это вписывается в рамку линейного роста. Я умею в виду, что рассматриваешь ли ты вариант, что через пару лет ты, не знаю, станешь основателем своего чего-то. То есть выйдешь как бы так из айтишки, может быть, вообще в целом. Знаешь, я как-то последнее время об этом особо не думаю, об основании своего. То есть есть куда расти? Есть куда расти, да. То есть я, как я сказал, что я решил программирование, ну, пока остановить, да, не программировать и погрузиться в менеджмент. И погрузиться в менеджмент означает, ну, овладеть этим искусством, скажем так. Да, и им можно, ему можно научиться, там много чего можно изучать, там много чего можно пробовать. И рост по вертикали, он тоже очень интересный, потому что ты реально, ну, как, знаешь, вот этот вопрос того, что вот эти шесть мозгов знают лучше, чем я, потому что их шесть. Если я удаляюсь на уровень директора, появляется еще одна новая, ну, прям, как сказать, концептуальная проблема, да, удаленность. Еще есть дополнительный, дополнительный узел в этой сети, да, через который информация проходит. Еще дополнительная проблема, когда ты становишься директором. Это тоже очень интересно, как сделать так, чтобы все-таки понимать вообще, куда все технологии-то у нас идут, да, оставаясь директором. Ну, нет, для этого же это и нужно, наверное, чтобы передавать директорам. То есть ты, будучи темредом, не особо принимаешь участие в продуктовых командах. Конечно. В жизнедеятельности. Но некоторое понимание все равно должно быть. Да, то есть контакт, как не терять контакт с реальностью, наверное, вот так это можно назвать. Это очень интересно. Этому можно учиться и практиковать, поэтому... Последний вопрос, наверное, из этого блока. Вспомни то время, когда ты переходил из сеньора в тимлиды. И скажи, какие навыки тебе нужно было подкачивать больше всего? Вот если кто-то захочет, кто-то нас смотрит, сеньор, может, уже архитектор, и он хочет пойти в тимлиды архитектурных таких команд, что ему стоит прокачать? Технический спец, менеджмент. Наверное, самый фундаментальный навык, это... Знаешь, как, опять же, в те же книжки говорят, что человек, который, собственно, непосредственно работает, да, руками пишет код, он смотрит конкретно, ну, на задачу, да, грубо говоря, вниз. Вниз и внутрь. Менеджер, даже вот линейный менеджер, ну, тимлид, он смотрит вверх и вдаль. Это большая разница. То есть, как бы, уже вопросы того конкретно, как мы решаем задачу, да, как мы пофиксим вот этот баг или еще что-то, они должны стать неважными. Должен появиться взгляд на перспективу, да, там, у тимлида он покороче, не знаю, полгода, год, например. Но нужно научиться туда смотреть, потому что для меня это было самым большим таким, не знаю, шоком, когда ты сначала внутри команды находишься, да, ты понимаешь, что вот у нас есть проект, мы вот эти штуки пилим, не пилим, а потом ты становишься тимлидом и понимаешь, что проект идет вниз, и на уровне разработки, ну, или не вниз, или вверх. Вглубь, наверное. Ну, нет, не вглубь, в смысле, а в смысле траектория, куда проект идет, идет куда-то в нехорошие места. Изнутри, на уровне, вообще не видишь. Это как в физике, находясь в системе, нациальной системе, еще ты не можешь понять, движешься. Ты совершенно этого не видишь. Это прям невозможно разглядеть. То есть для этого нужно какое-то, ну, то есть поэтому я для себя, мне, наверное, помогло, что я решил не лезть в код совсем. То есть прям не смотри в тикеты, не смотри в pull-requests, да. У тебя есть вот эти твои ребята в твоей команде. Они это все сделают. Они знают лучше. Ну, может, лучше, не лучше, там не важно, да, если у меня все еще опыт есть. Я, может быть, так же хорошо пока что знал что-то. Но мне туда нельзя смотреть. Мне нужно смотреть вдаль. Вот это было, наверное, самым сложным и самым странным. И этот взгляд вдаль позволил мне увидеть вещи там вдали, которые меня напугали. Как его приобрести? Есть какие-то рецепты выверенные? Не знаю, книжку какую-нибудь почитать? Ну, я всегда советую Джока Виллинга. Его будет достаточно, чтобы установить на концепцию? Там очень много хорошего. Вот его три книжки, ну, у него три, это я их по-английски скажу название. Да нет, давай, конечно, понимаю. Extreme Ownership, да, Dicotomy of Leadership и вот это Leadership Strategy and Tactics. Он последнюю называют Field Manual, то есть типа полевая инструкция, знаешь, как он, ну, он военный бывший, понятное дело, да, полевая инструкция, что делает, когда ты менеджер. Там это все очень сильно прописано хорошо. Он вот этот вот взгляд, ну, вдаль называет словом, ну, типа detach, отсоединиться. И у него прям физические примеры есть. То есть, допустим, на митинге, да, когда какой-то митинг происходит, чтобы отсоединиться, можно банально просто прям выдвинуться из-за стола, он говорит, и посмотреть вверх. То есть вот у нас, у нас эволюционно какой-то есть прикол, когда мы фокусируемся взглядом на что-то, да, то мы фокусируемся и ментально. Когда мы взглядом смотрим вверх, куда-то вдаль, мы ментально тоже отсоединяемся от этого. То есть это, ну, это тактический такой прием, не стратегический в плане того, что там не взгляд вдаль на год куда идет, но взгляд вдаль, куда идет обсуждение, это помогает уже. То есть вот какие-то такие вещи. Еще одна книжка, которую точно стоит прочитать, называется Leadership is Language. По-моему, Марк Кетт фамилия, тоже военный бывший, американский. Все военный. Ну, у меня как-то так зашло, знаешь, я просто, я потом пробовал читать не военных тоже, много книжек, и я понял, что вот эти книжки про лидерство, менеджмент, они там как будто бы, знаешь, диаграмма этого вена такая. Большая часть сходится на одном большом кружке и чуть-чуть вылазят в разные стороны разные книжки, но большая часть примерно про одно и то же и просто уже вопрос формата. Мне зашли книги американских военных почему-то больше. Кому-то, может быть, меньше зайдут. Ну, можно попробовать. И вот в той книжке Leadership is Language там больше про то, как работать с людьми, как слушать людей. Про то, что... Там интересная такая концепция градиента власти. Ну, власть в русском языке нагруженное слово, да, оно какое-то типа... Власть сразу чувствует что-то такое негативное немного, да? Да, есть такое. Вот. И там этого нет в этом... Ну, вот в этом описании, что есть некий градиент. Иерархия тоже звучит так же нагруженно. То есть пусть будет градиент власти, да? То есть у нас за счет... Управление? Может быть, управление, да, руководство, не знаю. Просто получается так, что мы как социальные, ну, не знаю, животные, да, мы привыкли к иерархиям. То есть иерархия это... Ну, постулат такой, да? То есть иерархия это то, что у нас эволюционно очень долго работало. За счет этого у нас есть какие-то... Ну, типа как программы в нас, да? И я помню, что я это чувствовал, когда я еще первый раз только стал руководителем, что вот были мои чуваки, да, мои коллеги. Теперь я официально начальник отдела. Что-то поменялось. Что-то поменялось в разговорах, в ощущениях людей, да? Вот это вот эта реакция на... Это тот самый градиент власти. Это же некомфортно. Это очень... Ну, то есть для меня это было странно сначала. Странно. Это было странное ощущение, что-то, чего я до этого не испытывал, да? И в этой книге рассказывается, что да, это действительно факт, что эта вещь появляется. И как руководителю мне выгоднее этот градиент сделать прям максимально пологим. То есть чтобы люди как можно меньше ощущали то, что я здесь начальник. Потому что чем больше люди думают, что я здесь начальник, тем меньше у меня шансов получить от них честную обратную связь о том, что мы идем куда-то не туда. Или о том, что существует решение получше. Вот эта книжка. Ну, то есть там из нее я вынес такую вещь, что знаешь, я, когда, например, мы пытаемся принять, ну, пытаемся решить, как действовать ситуации, как команда, да? Я говорю последним. Чтобы просто людей не сбить. Тем, что выказать, что я считаю правильным. Я не скажу сразу, что я считаю правильным или неправильным. И, возможно, пока не все будут разговаривать, я поменяю это свое мнение или сформирую на самом деле. Ну, это практически штучки такие, которые... Да, да, да. Вот это вот еще одна книжка очень классная, она помогает, потому что, ну, понятное дело, что там у нас в компании еще какие-то были тренинги по поводу менеджмента и лидерства. Они были такие весьма своеобразными, но тем не менее. Инструментарий какой-нибудь интересный ты поднял, с которым раньше не работал? Или нет? Ну, я имею в виду, какие-нибудь, не знаю, там, диаграммы Ганта стал рисовать, еще что-то такое. Вот то, с чем ты, как инженер, особо-то и не сталкивался. Знаешь, я начал использовать лично для себя Bullet Journal технику, да. И использую я это, знаешь, в какой причине? По причине того, что... Потому что Дима сказал. Нет, нет. Я, если честно, я к ней пришел сам, когда работал над большими проектами, вот этим, Солюшен Аркитектча еще, я понял, что очень много всего в движении и важно не терять какие-то обещания. Да, то есть, если обещание, либо, когда я понимаю, что что-то нужно сделать, оно может быть не очень большое и важное, но его нужно сделать, нужно записать. Вот. И для меня вот эта техника Bullet Journal, где ты просто записываешь, там, не знаю, там определенный формат, да, что там черточка, это просто факт какой-то, точечка, это задача, крестиком зачеркнутая точечка, выполненная задача, ну и тому подобное. Там, кружочек, это митинг какой-то. Для меня это очень удобно, чтобы это моя внешняя память. То есть, до этого я и не пользовался. Когда я был просто архитектором, мне хватало моей встроенной памяти в голову, да, ну и там тикетов и всего остального, и комментариев. Сейчас я всегда хожу с физическим, ну, блокнотиком, с ручкой, все это дело пишу, и из Bullet Journal я на самом деле, я потом под себя саму технику модифицировал. Она... Журнал авторский, техника авторская, там у них прям целая система, как раз в неделю или в месяц какие-то переносы делать. Я ее сильно для себя упростил. Я просто периодически собираю в кучу все точечки, которые все еще не сделаны, то есть все задачи, которые я пометил для себя как задачу какую-то, да. Задача, может быть, не знаю, поговорить с тем-то человеком о том-то, да. Записать вот это в список достижений того-то. Вспомни... Ну, не знаю, подумать, как вот эту систему перевести в другое какое-то состояние, да, там начать планировать какую-то стратегию, да, до такой-то даты что-то сделать. То есть я это все сразу дам туда в журнал и забываю, да. Но периодически я к этому возвращаюсь и просто делаю такой типа тактический рекап, то есть все переписываю на отдельную страницу, потом приоритизирую и занимаюсь, собственно. То есть вот такую технику мне пришлось сделать, потому что, ну, у нас, видимо, за счет специфики команды очень много всего в движении всегда, и без внешней памяти мне никак. Последнее будет по этой тематике, ну, кстати, отвлеченная достаточно, но тем не менее, ты немецкий выучил, помогает ли он тебе сейчас в работе, и было ли это обосновано твоей работой, потому что тебе нужно общаться там с топами и еще с кем-то. Немецкий я до какой-то степени выучил, на работе я им не пользуюсь совсем. То есть... Прикольно. Да, компания интернациональная. Немецкая компания выученная. Ну, она сейчас, как, она была основана, по-моему, продуктовый немецкий конкретно делается. Да, продукт немецкий конкретно, но у нас офисы в разных странах, и английский, и стандартный язык, все говорят на английском. Ну, то есть между собой немцы говорят на немецком иногда, ну, просто слышно, да, но также испанцы говорят на испанском, и я слышу, что ребята из Индии говорят на своих каких-то языках. Ну, понятное дело, русскоговорящие тоже говорят на русском часто. Вот. Рубрика «Рандом». Несколько вопросов, которые не вошли в канву. Давай. Да, они простые. Подкаст «Тим Лид Толкс». Как пришла идея его делать? Почему вы его делаете с Димой? Как пришла идея? Мы с Димой... Я послушал первый выпуск, и склалось впечатление, что вы просто любите друг с другом общаться. Ты знаешь, это большая часть этого дела, на самом деле, потому что общаться друг с другом мы, наверное, любим, потому что получаются такие интересные разговоры. Да, то есть мы не сказать, что часто вживую видимся, но когда видимся, разговаривать получается интересно. Я, честно говоря, по-моему, Диме Пыла все-таки принадлежит идее начать записывать подкаст. Ну, не мудрый, но он это уже 9 лет делает. Ну, да, 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 да. Поэтому, по-моему, как бы инициатива исходила от него, да, но мы попробовали, и оно пошло. Можешь сформулировать, про что этот подкаст? Вот так вот продать аудитории, которая нас слушает. Team Lead Talks это... Talks. Talks. Если что, Talks, не Talks. Ну, да, да. Да, да, да. Неочевидные вещи в работе Team Lead'ов на самом деле, потому что мы с ним вместе идем через вот это вот, ну, идем по этому пути, да, он чуть раньше меня стал менеджером, но до этого тоже работал, ну, как инженер, и, собственно, как и я. И мы вот из инженеров стали Team Lead'ами, и оказывается, в Team Lead'стве тоже очень много всего неочевидного, непонятного, интересного, может быть. Мы подумали, что этим интересно поделиться, нам есть чем поделиться, и, собственно, и делимся. Так что, да, отличный подкаст, я так через один выпуск послушаю, очень нравится, обязательно подписывайтесь, ссылка будет. Спасибо. Вам спасибо. Чем бы ты занимался, если бы в мире не было айтишки? Ты знаешь, у меня на самом деле был момент, опять же, знаешь, точкой бифуркации. Я когда написал вот этот тест по математике на 100, я еще до этого учился в заочной естественно-научной школе в другом университете на физике, издавал там экзамен, и там меня принимали без экзаменов на какую-то прям хардкорную теоретическую физику, которая мне тоже всегда была интересна. Я бы думаю, я бы на физику пошел, стал бы физиком. Респект. Люблю физику. ТОП-3 вещи, которые в 2022 году тебя изменили. В 2022 году? Вещи, события, что угодно. Можем взять за последний год, я просто не знаю, когда выйдет выпуск, поэтому я конкретизирую 2022 год. Да, 2022 год. Ну, война меня изменила на самом деле. А в какую сторону? Ты знаешь, наверное, в какую сторону? В сторону понимания того, насколько люди могут быть подвержены внешнему влиянию, включая меня самого. То есть у меня, ну, у меня были истории, да, то есть, когда началась война, я понял, что, ну, я совершенно против того, что делается, ну, моей страной, да, я все еще гражданин России, и я хочу помочь ну, Украине, украинцам. И через это, когда я прошел через этот путь, я понял, насколько много всего, вот будучи просто в России, ну, я вырос в России, там, не знаю, до момента переезда, я, в общем-то, жил в Сибири, да, там, тысячи километров до любой другой страны. На тысячи километров вокруг Россия, больше ничего. Я понял, насколько вещи, которые я принимал как данные, насколько они могли быть абсолютно не имеющими отношения к реальности. Вот. И это, ну, вот, для меня война и мое желание помочь Украине, украинцам, это было таким очень сильным, ну, триггером вот этих изменений. Наверное, топ-1. Да, и спасибо тебе за то, что ты волонтерством занимался и всем. Да. Хорошо, ну, топ-1, да. Еще два. Еще два. Тяжело теперь. Что меня изменило в 2022-м? Знаешь, наверное, странная вещь, на физическом уровне просто, не знаю, физическая подготовка или еще что-то. Я стал на работу ездить на велосипеде. Ох, у вас тут в Гамбурге с велосипедистами просто какой-то... Сложные, да? Да, да, да. Везде зима, а не просто посреди дороги. Ну, вот это один из этих людей, это я теперь. Так. я купил себе велосипед, который позволяет, который, у меня до этого был велосипед такой синглспид больше, такой позерский, на который ничего не прикрепишь. Ну, в смысле, у него нет точек крепления, там, багажник какого-то еще, что-то просто... И с одной скоростью, соответственно. С одной скоростью, без каких-то крыльев для защиты от грязи, просто позерский, беленькая рама такая, знаешь, такой весь секси. Красивенький. Красивенький очень, да. Произведен в Гамбурге. Ну, как, рама делается в Тайване, гамбургская компания, там все такое. Вот я на нем катался какое-то время, а это и получается весной решил, что я хочу попробовать полностью, ну, кататься на велике, как на транспорте, на работу. И там точка была интересная, я пошел в магазин покупать одежду, я понял, что нужна велоодежда какая-то. И мне попался очень интересный продавец, который мне сказал, чувак, не бери никакие там штаны поверх штанов, ну, потому что здесь дождь идет все время, да, и много народу ездит в обычной одежде и поверх натягивает типа ветровок. Такие, знаешь, штаны, куртка легкая, которая просто от дождя защищает. Он говорит, чувак, мне продавец сказал, это все от лукавого. Покупай вот эти вот обтягивающую велоформу, которая, знаешь, вот это вот классическое. которая надевается на голое тело, там с этой, с таким типа, как памперсом встроенным, который пот впитывает. Он говорит, это лучшее, что ты найдешь. Вот поверь мне просто, она выглядит странно, просто поверь. Я поверил, и с тех пор я, ну в любую погоду гоняю на велосипеде, у меня другой теперь велосипед, ну там скорости есть, и главное багажник, куда я в отдельную сумку кладу там ноутбук, одежду в офис. У меня велосипедная форма там на зиму, на лето. И это такая вещь, которая мне подарила, ну не знаю, физическую подготовку, прям совсем другую. Я помогал друзьям переезжать недавно, и для меня было очень интересно, что вот мы носим наверх по лестнице, и я вижу, что пацаны такие, а мне ничего, ничего не происходит. Не, ну так-то ты спортивно достаточно? Ну это... До этого, наверное, тоже занимался спортом? Ну так, занимался, не занимался. Я весил значительно больше, то есть это велосипед мне подарил другую совсем физическую форму. Это из таких вещей. Что с формой интересного? Мы все видели этих велосипедистов в оттягивающих лосинах, в кофточке. В чем ее прикол? Она очень удобная. Это самое удобное, что ты можешь носить на велике. Удобная в каком плане? Физический комфорт. Не натирает ничего, у тебя там ничего не потеет, не передавлено. Если это зимняя форма, она, ну сейчас там со всеми этими технологиями, типа ветрозащиты, да, то есть, например, на улице, ну там минус один, ну вот эти дни на работу я ездил, да, ноль, допустим, да, на мне просто одни очень тонкие штаны на голое тело, кофта, ну такая как футболка скорее, тоже тонкая, с длинными рукавами и очень тонкая, буквально там, не знаю, может быть, треть миллиметра толщиной, ветрозащитная штука. Очень мало одежды, в ней очень удобно ехать, и я не мерзну. Ну ты же на работу, когда приезжаешь, ты переодеваешься? Да, да, единственный минус этого всего, что нужно переодеваться, то есть, это вся одежда, она только для велосипеда, ну там на работе у нас душевые, токовинки для переодевания, все остальное, поэтому... А тут, чтобы по дорогам носиться, надо какие-то правила дополнительно сдавать? Нет, сдавать ничего не надо, но нужно, чтобы у тебя не было в ушах наушников, за это штрафуют, и были, ну, фонари, то есть мысли фара и фонарь, чтобы светиться. И прямо по дороге можно ехать нормально? Там это немножко по-другому, то есть зависит от дороги, здесь есть велодорожки... Тут все по дороге. Нет, видишь, в чем дело? Получается, ну, в российских, например, правилах дорожного движения, да, велосипед должен ехать по обочине. Да, да, там жестко у нас... чем левый поворот на велике, ты можешь выполнить левый поворот как машина. То есть показать поворот рукой и поехал поворачивать, как бы автомобилисты это воспринимают нормально. Ну, ты же для этого правила должен знать. Ну, да, да. Но ты их не сдаешь. Но ты их не сдаешь. Ну, тут видишь, как... Лайфхак. Получается, что еще есть велодорожки, да, и есть тротуары. Допустим, если нет велодорожки, по-моему, по правилам велосипедист сам может решать ехать по дороге либо по тротуару. Так, а если есть дорожка, то обязательно? Если есть дорожка, то, ну, как будто бы обязательно по ней. Но я знаю, что, например, множество, там, не знаю, мам с детьми на великах ездят. Они по тротуару почти всегда ездят, и никто, как бы, не переживает по этому поводу. То есть, в принципе, здесь, знаешь, здесь к велосипедистам терпимо относятся, даже если ты, как дурак, едешь там по тротуару против шерсти, ну, посмотрят у коризненно, конечно. Ну, как бы, ну, едешь и едешь. Ничего страшного. А к самокатчикам как относится? Более-менее нормально. Но я часто вижу перевернутые самокаты, вот эти прокатные. Тут много прокатных самокатов, и очень часто они перевернуты. Я подозреваю, что они не от ветра перевернутые. Так, хорошо. Третья вещь. Ох, третья вещь. Наверное, кофе. Но это скорее больше, знаешь, про пандемию, про нахождение дома. 22-й год это был, наверное, кульминацией. Это одно из моих таких типа хобби. Да, то есть у меня есть там всевозможные кофемолки, несколько разных способов приготовления. Вот из последнего добавления это была ручная эспрессо-машина, механическая. То есть это, ну, так называемая... У меня, короче, есть такой прикол, что часть моих новых хобби, я их изучаю на английском. Так. Ну, то есть я в основном, как бы, потребляю контент на английском языке, и поэтому у меня для русских названий для этих предметов нет. У нас аудитория айтишная. Да-да-да. То есть, короче, это называется liver coffee machine. Ливер это как, не знаю, ручка, да, то есть там, короче, ручка, на которую ты давишь, и вот таким образом создаешь там это давление в 9 атмосфер. И есть кофемашина, она выглядит, называется кофелат-робот, она выглядит, как такой странный робот, там две ручки, за них берешься руками, давишь их вниз. Фигеть. Да, ну, не прототип, а был коммерческий продукт где-то в 50-х или 60-х, когда не было еще доступных этих вот именно насосов, которые высокого давления, они были механическими. И есть какой-то сейчас чувак из Великобритании, кофейный какой-то просто, ну, психопат, энтузиаст, который в Тайване производит эти кофемашины, вот похожие на те машины из 50-х, 60-х, вручную практически, и продает. И у меня это все дело, понятно, я покупаю зерна, у меня ручная мельница, у меня весы, у меня там всевозможные таймеры, чайники, кипяток, температура воды, разные зерна. А, да, Гамбург, кстати, это тот город, через который Европа подсела на кофе. Это порт, через который кофе возили вот в Европу в самом начале. Поэтому здесь есть вот эти все спешлти, ну, обжарочные там и все такое. Я там закарифанился с баристой. Короче. Я так понимаю, просто кофе ты здесь не пьешь из каких-нибудь там заведений или всего. Не, почему можно пить? Я стараюсь не быть особо с новым. То есть, если мне нужно выпить кофе, ну, я просто беру и иду пить кофе, да. Здесь, в принципе, немцы пьют кофе очень много, да, они скорее больше кофе пьют, чем чай. И поэтому в булочных по умолчанию, ну, кофе. Но там кофе будет такой, ну, не стоит рассчитывать на что-то, знаешь, уникальное. То есть, там просто фильтр кофе или просто эспрессо из машины, ну, сильно обжаренный, очень горький, черный, прям черный-причерный. Но при этом есть и вот эти спешлти кофейни, где уже можно будет что-то такое более фруктовое, там, не знаю, светлые обжарки, можно уже заварить каким-нибудь странным способом, типа этого аэропресса либо фильтр какой-то. Ну, вот этим всем я начал заниматься дома в пандемию и, собственно, в 22-м году тоже. У меня теперь дома пять разных способов заваривать кофе. А сколько надо, за сколько часов до работы надо вставать, чтобы просто попить вутыне кофе? Ты знаешь, некоторые из этих способов быстрые. То есть там, ну, 10 минут максимум готово. Включая все, там, молоть зерна, согреть воду, выжать, там, помыть. Да, некоторые еще быстрее. Там 4 минуты, по-моему, самый такой простецкий, 4-5 минут. Если кто-то из наших слушателей захочет сам тоже кофе начать делать, с чего ему начать? Вот я не кофема... Я стал пить кофе два года назад, когда переехал из Беларуси. Странно. Раньше я вообще кофе не пил. И я буквально полгода назад перестал его пить без сахара. Вот такой вот я кофейный... Понимаешь? Да, да. И я пытаюсь понять, что в кофе прикольного. Вот штука делать кофе самому меня как-то прельщает. Это что-то интересное. С чего начать? Что купить? Мельницу или что? Или тут комплексно много всего? Знаешь, то есть смотри, прикол, ну, собственно, изготовления, хотел сказать, прикол заваривания кофе самому в том, что ты начинаешь понимать, что влияет на процесс и какой получается результат. Да, то есть, как бы понятно, что классический сильно пережаренный кофе, там сильно глубокий, там грубая, не грубая, господи, сильной обжарки, да, у него будет просто большая горечь, ну, какой-то такой условно-шоколадный вкус, такой слегка, ну, сильно-сильно жареный. И там как будто бы ничего сильно интересного нет, да, но вот более светлые сорта обжарки, там начинаются всякие вещи, типа, попробовать вытащить из него вот этот фруктовый аромат и вкус. И чтобы его вытащить, нужно начать понимать, а что происходит с молотыми зернами в процессе заваривания. то есть, там температура воздействует, давление воздействует, если этот способ под давлением заваривания, то есть, эспрессо-машина это заваривание под давлением. То есть, надо начать с теории. Начинать надо с теории, на самом деле, да, и потом попытаться посмотреть, попробовать в кофейнях, какой вид кофе больше нравится. То есть, есть виды заваривания, которые производят такой более разбавленный кофе, который по консистенции, по вкусу, наверное, по интенсивности ближе к чаю. Вот, там тоже очень интересно фруктовые сорта, всякие разные, ну, не фруктовые, в смысле, с фруктовыми запахами очень интересно завариваются. Но кому-то это может быть, ну, не понравится, в принципе, что, типа, жидкий кофе, ну, как бы, в чем прикол, да, кому-то может понравиться именно эспрессо. В эспрессо тоже много всего, но эспрессо очень сильно концентрированный, это прям отдельная история. И есть вещи посередине, где-то между эспрессо и вот этим фильтр кофе, да, тот же самый, это итальянский, типа, как чайник, знаешь, такой мока называется. Вот, в нем тоже можно интересным образом заваривать некоторые виды кофе, ну, не по инструкции, а немножко по-другому. Я с моки начинал, на самом деле. И это нечто посередине, там он чуть-чуть под давлением, там может полторы атмосферы, максимум, если эспрессо там 9, 8-9 атмосфер, то тут может быть полторы максимум, может чуть-чуть выше одной атмосферы, но получается он концентрированный и все равно процессы похожие на эспрессо немного. То есть там, короче, надо на самом деле попробовать в кофейне, посмотреть, что нравится, ну, и добро пожаловать на YouTube. Спасибо. Изучать теорию, потом смотреть, какое конкретно устройство покупать. потому что сейчас кофейные все эти штуки, ну, это просто, ну, бум такой довольно большой. И кофейных машин много, и механических, ну, в смысле, ручных, да, и электрических, и способов заваривания, чего только нет, это мельница целая куча всяких разных, поэтому... Окей. Последнее на сегодня. Что для тебя самое главное сейчас по жизни? По жизни самое главное? Ну, вот, да, вот так вот. За 10 секунд, скажи мне. Понимать, куда я двигаюсь. Цель. К чему я иду. Наличие цели. Ты ее понимаешь, или ты ее не понимаешь, и поэтому это главное? Бывают ситуации, где я ее теряю. И тогда я понимаю, что это не самые хорошие ситуации. Я понимаю, что я чувствую себя гораздо лучше, когда я знаю, куда я иду. Наличие цели. Спасибо, Егор Балышев. Что ж, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok